ЧАСТЬ ТРЕТЬЕ Пока все эти беды сыпались одна за другой на семью Тюнагона, работы по восстановлению дворца Сан-Дзё-Доно благополучно шли своим чередом. В шестом месяце года должно было состояться новоселье. Опасаясь, что старый дом приносит несчастье, Тюнагон с женой думали отвести от себя беду, переселившись в новый великолепный дворец, и всячески торопили приготовление к переезду. Они собирались взять с собой всех своих дочерей. Слух об этом дошел до ушей Акоги. Улучив время, когда Мити-Йори отдыхал в покоях своей супруги, она сообщила ему, дворец Сан-Дзё-Доно отстроен заново во всей своей былой красоте. Ходят слухи, что семья Тюнагона собирается в него переехать. А ведь принцесса, покойная матушка вашей супруги, постоянно наказывала своей маленькой дочери, смотри, вырастешь, не отдавай наш дом чужим людям, живи здесь сама. Он дорог моему сердцу. Я помню, как прекрасна была в нем жизнь при моем отце. Вот что говорила покойная госпожа про Сан-Дзё-Доно. А теперь им хотят силой завладеть посторонние люди. Как бы помешать этому? — А есть ли у моей жены крепость на владение землей? — спросил Мити-Йори. — Как же есть? В полной сохранности. О, если так, то может случиться прелюбопытная история. — Узнай точно, на какое число назначен переезд, — приказал Мити-Йори. — О, что ты вновь задумал? Не слушай о Коге. Она стала очень злобной. Зная твой горячий нрав, нарочно говорит, так только для того, чтобы подстрекнуть тебя. — Ах ты, значит, я стала злобной. Но разве я могу молчать, когда люди творят такие беззакония? — А ты впредь старайся не говорить об этом при своей госпоже, — сказал Мити-Йори. Она такая мягкосердечная, жалеет даже тех, кто причиняет ей одно только зло. Если послушать мою жену, то выходит, что мстить этим людям значит прежде всего мучить бедняжку Оти-Кубо. А Коге согласилась с ним. — Правда, не стоит говорить о таких вещах в присутствии госпожи. И вышла из комнаты. Когда наступил шестой месяц года, Акоге, будто невзначай, спросила у одной из своих старых знакомых, служанок Тюнагона. — Когда вы переезжаете в новый дом? — Да уж скоро. — Девятнадцатого числа, — ответила та. Акоге поспешила известить об этом своего господина. — Превосходно! В тот же день, ни раньше, ни позже, и я перевезу туда мою жену. Найми еще несколько молодых служанок. — Да нет ли таких в доме Тюнагона? Если найдутся, то перемани их к нам на службу. Пусть мачеха выходит из себя от досады. Прекрасная мысль одобрила Акоге. Увидев, какая радость засияла у нее на лице, Метеори с удивлением подумал. Она так же сильно горит жаждой мести, как и я. Он потихоньку стал с ней совещаться, строго-настрого запретив говорить о Текубо хоть слово об их затее. Жене своей он сказал только. — Я приобрел у одного чиновника великолепный дом, и без долгих сборов собираюсь перевезти тебя туда. Девятнадцатое число — счастливый день для новоселья. Позаботься, чтобы к этому сроку были готовы новые одежды для слуг. Я собираюсь заново перестроить дворец Нидзьодоно сразу же после твоего отъезда. — Поторопись со сборами. Времени остается мало. Вскоре он прислал от Текубо много свертков шелка, окрашенного в цвета марена и пурпура. Не подозревая тайного замысла мужа, она срочно засадила мастериц за работу, чтобы все поспело к назначенному сроку. А Коги через свою посредницу пригласила самых хорошеньких прислужниц из дома Тюнагона и, в первую очередь, личную камеристку госпожи из северных покоев. Камеристка эта по имени Дзидзю, обладавшая необыкновенно красивой наружностью, стояла во главе женской прислуги. Помимо нее были приглашены приближенные служанки Санно Кими, госпожа Суке и дама Таю, а из низших служанок некая Мароя. Все они хороши собой и держатся благородно, — думала о Коге, и устами посредницы сообщила каждый из них по секрету. Так, мол, и так. Есть в нашей столице дворец одного влиятельного человека, где особенно добры к прислужницам и всячески о них заботятся. Не пропустите же такого случая. Служанки были молодые, им не нравилось, что господин их от старости стал уже слаб головой, и вот в то самое время, когда все они усиленно искали себе других хозяев, пришла такая приятная весть. Услышав, что их зовут в дом к человеку, о котором в свете идет сейчас громкая слава, все они с радостью согласились поступить к нему на службу и поспешили вернуться к себе домой в свои родные семьи, чтобы уже оттуда переехать в дом к новому хозяину. Им и во сне, конечно, не снилось, что госпожой их станет Оти Кубо, и что все они будут служить в одном и том же доме, поэтому даже самые близкие приятельницы держали в строгом секрете друг от друга место своей новой службы. За каждой из них по очереди прибыл экипаж из дворца Нидзё Доно. Услышав, что в этом дворце царит неслыханная роскошь, женщины разрядились как нельзя лучше. Все они приехали к одному и тому же дому, вышли из экипажей в одном и том же месте и, увидев друг друга, не могли опомниться от удивления. «Правду», — гласила молва, — «в доме находилось не менее двадцати молодых и прекрасных собою прислужниц. Пять или шесть женщин, как видно, старших камеристок, были одеты особенно роскошно. На каждой подве одежды из блестящего белого шелка, длинные шлейфы, окрашенные соком красных и синих цветов, пурпурные хакама. На других были алые хакама и затканные узорами одежды, а дно поверх другого, длинные шлейфы из светло-пурпурного зернистого крепа или узорчатого шелка. Все эти роскошно разряженные красавицы толпой обступили новоприбывших. Не мудрено, что тем стало не по себе. Вместо Отти Кубо, жестоко страдавшей от жары, сам молодой хозяин дома вышел взглянуть на новых дам из ее свиты. Склонившись перед ним до земли, они, полные смущения, только молча переглядывались между собой. Метеори поразил их своей красотой и изяществом наряда. На нем были хакама цвета густого пурпура и одежда из сурового шелка, поверх которой была наброшена другая из тончайшего крепа. Женщинам показалось, что перед ними вдруг возник тот сказочный образ, который живет только в мечтах. Метеори обвел их взглядом и сказал, «Все как будто не дурны собою. Ну, а если они выглядят не совсем так, как следует, то я не буду придирчив, ведь их пригласила Эмон». Оти-Кубо в соседней комнате услышала его слова и сказала, смеясь, «Вот какое у нас доверие к Эмон!» «Вы говорите, что они выглядят не совсем так, как следует?» Отозвалась Эмон. «Позвольте узнать, почему. Находясь безотлучно при моей госпоже, я не успела нарядить их должным образом. Всему виной спешка». С этими словами Эмон показалась на пороге, и все узнали ее. «Так вот, кто скрывался под этим именем? Их старая знакомая — Акоги!» Женщины изумились. «Неужели это наша Акоги? Какое блестящее положение она заняла в этом дворце!» Акоги нарочно сделала вид, будто сама очень удивлена. «Странно. Мне сдается, будто я с вами уже где-то встречалась. А мы сразу вас узнали. Вот счастливый случай. Долго-долго нам не удавалось повидаться. Как это было грустно!» Только старые друзья начали беседовать о прежних временах, как вдруг к ним вышла еще одна женщина, держа на своем плече прелестного белолицого мальчика лет трех. «Смотрят? Да ведь это все на гон!» «Ах, словно прошлое воскресло снова! Вокруг нас звучат лишь знакомые голоса!» Восклицали новоприбывшие. Завязался оживленный разговор. «Не буду докучать читателю, пересказывая беседу приятельниц, встретившихся столь неожиданно после долгой разлуки. Скажу только, что они говорили друг другу самые радостные и приятные слова». Новые служанки были очень довольны, что их прежние подруги Акоги и Сёнагон пользуются в доме таким большим почетом и могут оказать им покровительство. А между тем, не ведавшая ни о чем семья Сёнагона собралась переехать на следующий день во дворец Сан-Дзё-Дону. Перевезли туда всю домашнюю утварь, повесили занавеси, плетеные из тростника, даже вещи слуг и то уже успели отвезти на новое место. Когда в Нидзё-Дону услышали об этом, то домоправители Тадзима-Ноками, Симоцуке-Ноками и главный смотритель дворца Эмон-Но-Суке созвали самых надежных и расторопных слуг и сказали им, «Дворец Сан-Дзё-Дона бесспорно тоже принадлежит нашему господину, но в самое то время, когда он собирался переехать в него, Тюнагон Минамото, неизвестно почему, решил присвоить этот дом и даже перестроил его заново, не спрося ничьего согласия. А ведь если бы даже Тюнагон и имел какое-то основание считать его своим, то и тогда он должен был бы первым делом известить об этом нашего господина и объясниться с ним, а не действовать из-под тяжка. Говорят, что завтра Тюнагон переезжает в Сан-Дзё-Дону вместе со всей своей семьей, поэтому ступайте туда и скажите его слугам, на каком основании вы самоуправно вторглись в дом, принадлежащий нашему господину. Не отдавайте им тех вещей, которые они уже успели туда перевезти. Мы сами завтра переедем в Сан-Дзё-Дону. Осмотрите хорошенько все строения этого дворца, чтобы решить, где лучше разместить разные службы. Выслушав приказ, слуги немедленно отправились выполнять его. Они пришли в Сан-Дзё-Дону и увидели, что это великолепный дворец. Люди Тюнагона хлопочут повсюду, посыпают землю песком, вешают плетеные занавеси. И вдруг в самый разгар приготовлений шумом врывается в Атаго слуг из дворца Нидзё-Дону. Челединцы Тюнагона растерялись. Это кто такие? Откуда? Смотрят. Да ведь это приближенные слуги и подручные того самого молодого сановника, от которого их господа терпели уже столько обид и притеснений. Дворец Сан-Дзё-Дону принадлежит нашему господину, объявили слуги Метеоре. Почему вы самовластно распоряжаетесь в нем? Нам приказано выгнать вас отсюда, чтобы и духу вашего здесь не было. И стали совещаться, где разместить разные службы. Вот здесь будет поварня, там людская для младших слуг, здесь будет то, а там будет это. До крайности изумленные слуги Тюнагона побежали доложить о случившемся. Чужие домоправители и слуги ворвались толпой в Сан-Дзё-Дону, а нас оттуда выгнали. Говорят, будто Эмон-Но-Ками завтра переедет туда собственной персоной, и все строения дворца распределяют по-своему. Там будут комнаты для слуг, а тут комнаты главного смотрителя. Старик сразу понял, что дело худо, и пришел в страшное смятение. Какое неслыханное самоуправство! У меня, правда, не сохранилось бумаги на владение этим дворцом, но ведь дворец принадлежал моей дочери. Кто же, кроме меня, ее родного отца, имеет на него право? Если бы дочь моя, Отти Кубо, была жива, я бы мог подумать, что она всему причиной, но ведь о ней давно нет ни слуху, ни духу. Что же это в самом деле? Спорить с таким наглецом бесполезно. Лучше я обращусь с жалобой к его отцу. Тюнагон даже не в силах был одеться должным образом. Еле живой он поспешил, в чем был, к левому министру, отцу Метеори. «Мне срочно нужно повидаться с господином министром», объявил он, встретившим его слугам. Министр принял Тюнагона. В чем дело? С давних пор я владею домом на третьем проспекте. Недавно я перестроил его заново и думал завтра в нем поселиться. Челединцы мои уже стали перевозить домашнюю утварь, как вдруг явились слуги сына вашего, Эмонно Ками, и заявили, по какому праву вы здесь. Этот дом — собственность нашего господина. Как смеете вы хозяйничать в нем без дозволения? Наш господин завтра сам сюда переедет. Они не подпустили моих слуг и близко к дому, и те явились ко мне растерянные, не зная, что делать. А между тем никто, кроме меня, не имеет никаких прав на дворец Сан-Дзё-Дона. Что же это значит? Может быть, в руки к вашему сыну попала каким-нибудь образом бумага на право владения этим домом? Жаловался он, чуть не плача. Неохотно выслушав его, министр ответил с видом крайнего недовольства. Я ничего не знаю об этом. Если рассказ ваш справедлив, то сын мой поступил беззаконно. Но, может быть, он действовал так, по какой-нибудь особой причине. Я немедленно потребую от него объяснений и извещу вас. А пока я больше ничего не могу сказать. Тюнагон не посмел больше настаивать и вернулся домой в конец удручённый. Я попробовал пожаловаться его отцу, но тот и слушать не стал, сетовал старик. Что же это такое? Сколько времени строили, строили, не жалели ни денег, ни сил, и вдруг... Какое унижение! Мы снова станем всеобщим посмешищем. В этот день Митти Йори прямо из императорского дворца отправился навестить своих родителей, даже не заезжая к себе домой. Отец спросил его, «Только что у меня был тюнагон и жаловался на тебя. Скажи, неужели он правду говорил?» «Да, это правда. Я давно уже собирался переехать в один дом на третьем проспекте, как вдруг слышу неожиданную новость. Тюнагон хочет поселиться там же». Я не мог опомниться от изумления и сейчас же послал туда слуг, чтобы они проверили, правда ли это. Но тюнагон говорит, что этот дом принадлежит только ему и никому другому. С каких пор ты владеешь этим домом и есть ли у тебя бумага на право владения, а если есть, откуда она у тебя? По правде говоря, дом принадлежит моей жене. Дворец Сан-Зе-Доно перешел к ней в наследство от ее покойного деда с материнской стороны. Тут и спора не может быть. Но, видно, тюнагон на старости лет совсем из ума выжил. Он слушается во всем свою жену и по ее наущению совершил много жестоких, безжалостных поступков по отношению к своей дочери. А теперь мачеха, из ненависти к падчерице, подговорила его захватить этот дом без всякого на то права. «Бумага на право владения домом находится у моей жены, а тюнагон утверждает, что единственный владелец он, хотя и не имеет никаких доказательств. Глупо!» «Так нечего с ним и припираться. Покажи ему скорее бумагу и дело с концом. У старика был до крайности взволнованный вид». «Хорошо, сейчас же покажу». Вернувшись в Нидзёдона, Митиори распорядился, кому завтра сопровождать его при переезде в новый дом и в какие экипажи кому садиться. Тюнагон всю ночь не мог сомкнуть глаз от огорчения и рано утром послал к левому министру своего старшего сына Кагэдзуми, правителя провинции Этидзен. «Отец мой, Тюнагон, должен был сам явиться к вам, но вчера, вернувшись домой, он почувствовал себя плохо и просит его извинить. «Каков будет ваш ответ?» спросил Кагэдзуми. «Я тотчас же попросил объяснению моего сына. И вот что он сообщил мне». И министр повторил слова своего сына. «Если вы хотите знать дальнейшие подробности, благоволите обратиться к нему самому, я больше ничего не знаю и не берусь судить, кто прав, кто виноват. Но все же не могу не удивляться, что вы хотели занять дом, не имея никаких бумаг на право владения». Услышав такой ответ, Кагэдзуми немедленно направился во дворец Митиори. Митиори принял его, сидя перед плетеным занавесом, одетый попросту в легком домашнем платье. Кагэдзуми уселся перед ним в почтительной позе, а позади плетеной занавеси находилась Отикубо. Увидев перед собой своего родного брата в роли униженного просителя, она почувствовала глубокую жалость к нему. Все нагон, и Акоги только поглядывали друг на друга, пересмеиваясь, подумать только, когда-то мы трепетали перед этим человеком и не знали, как угодить ему. Между тем, ничего не подозревавший Кагэдзуми начал говорить таким образом. «Я только что был у вашего почтенного отца и говорил с ним. Неужели бумага на владение домом в самом деле находится у вас? Я думаю, что дело можно будет решить лишь после того, как мы внимательно ознакомимся с нею. Если бы отец мой и все мы, его сыновья, имели бы хоть малейшее основание подозревать, что дворец Сан-Дзё-Доно принадлежит вам, то этот неприятный спор никогда не возник бы. Но ведь уже два долгих года мы отстраиваем заново этот дворец. За все это время вы ни разу не подали никакого знака и вдруг, уже накануне нашего переезда, силой пытаетесь нам помешать. Позволю себе выразить сожаление, что вы прибегли к такому далеко немирному способу разрешения спора. Но ведь бумага на дворе Сан-Дзё-Доно находится в моих руках уже давно. Я слышал, дом принадлежит лишь тому, кто владеет такой бумагой и никому другому. Поэтому я был спокоен и не находил надобности объявлять всем и каждому, что это мой дом. Но когда вы задумали переехать в него, мне пришлось заявить свои права. Кстати, есть у вас какая-нибудь бумага, подтверждающая, что вы владетели этого дома? Метеори говорил мягко, спокойным тоном, играя с сидевшим у него на коленях ребенком. Это был мальчик лет трех, удивительно, белолицый и красивый. Кагэдзуми был возмущен и обижен так вести себя во время важного разговора, легкомысленный и бессердечный человек, но все же он сдержался. К сожалению, мы пока не нашли эту бумагу, быть может, кто-нибудь продал вам ее. Только это одно и остается предположить, потому что никто, кроме нас, не имеет никакого права на этот дом. Нет, я не покупал никакой краденой бумаги. Дом достался мне честным образом, и я со своей стороны считаю, что он принадлежит только мне одному. Вот мой совет. Признайте справедливость моих слов и примиритесь с тем, что случилось, а отцу вашему Тюнагону сообщите, что я дам ему возможность самым внимательным образом рассмотреть эту бумагу. И, прекратив разговор, Митиори встал и ушел во внутренние покои с ребенком на руках. Кагэдзуми вернулся к отцу ни с чем, опечаленный. Оте Кубо слышала весь разговор от слова до слова. Так значит, они хотели сейчас переехать в Сан-Дзю-Доно. Подумает еще, что это я преследую их своей злобой. Сколько лет мой отец отстраивал этот дом заново, сколько принял хлопот и расходов, и вдруг в последнюю минуту силой воспрепятствовать его переезду? Как он должно быть огорчен? Доставлять горе своим родителям страшный грех? Мало того, что я не могу заботиться ни об отце, ни о матери, но из-за меня их мучат, преследуют. Вот что мне горько. Уж это, наверное, о Коге все придумало. Сердце Оте Кубо разрывалось от жалости к своим родным. Пусть даже лучшего отца, чем твой, нет во всем поднебесном мире, сказал ей Метеори, но какой простак позволит отнять у себя дом? Твоего отца обидели? Верно, но ты сможешь потом теплыми дочерними заботами искупить этот грех. Если ты не хочешь переезжать в Сан-Дзё-Дона, так я все равно перееду туда один, вместе с твоей женской свитой, раз уж я затеял это дело, то бросить его на полдороги было бы глупо. Ты хочешь подарить дворец Сан-Дзё-Дона своему отцу? Хорошо. Подари после того, как месть моя будет завершена, и ты встретишься с ним лицом к лицу. Отикубо поневоле умолкла. Вернувшись домой, Кагэдзуми рассказал обо всем Тюнагону. Дальше настаивать бесполезно. Как не унизительно для нас, что мы не смогли отстоять наше право на этот дом, но придется от него отступиться. Я говорил, Сэмон, но Ками, о таком важном для нас деле, а он в это время держал на коленях хорошенького мальчика, своего сынка, и играл с ним, и мои доводы пропускал мимо ушей. Потом отказал мне наотрез и ушел в дом. Левый министр, его отец, только твердил, не знаю ничего, у моего сына бумага на владение домом, значит, он прав. И там я тоже не добился успеха. Почему в свое время мы не взяли себе на хранение эту злосчастную бумагу? Эмон, Ками собирается переехать сегодня же вечером, приготовление в самом разгаре, только и слышно, каких слуг возьмут с собой, в каких экипажах поедут? Слушая этот рассказ, Тюнагон не взвидел света от огорчения. Мать тетя Кубо отдала на смертном одре эту бумагу своей дочери, а я по беспечности совсем забыл о ней. Подумать только, что из-за этой небрежности мы потеряли такой прекрасный дом. Какие же тут могут быть сомнения? Конечно, он купил у кого-то эту бумагу, потому так уверенно и действует. Люди будут над нами смеяться. Если бы я даже пожаловался самому государю, никакого толку не вышло бы, ведь эмон-но-ками сейчас в большом фаворе при дворе. Кто нас рассудит, если он выдаст черное за белое? Жаль мне, что я извел столько денег напрасно. Злосчастный я человек, во всем мне неудача, одна беда за другой, так и сыплются на мою голову. Тюнагон грустно задумался, уставив глаза в небо. Перед тем, как переехать в Сан-Дзё-Доно, Мити-Йори подарил каждой даме из свиты своей жены по новому великолепному наряду. Все они очень обрадовались тому, что за недолгий срок своей службы получили возможность одеться по последней моде. Тюнагон прислал людей с просьбой вернуть ему хотя бы утварь и вещи, но никого не велено было впускать в ворота, при этом известии китано-ката всплеснула руками от ярости, «этот эмон-но-ками наш злейший враг, он мне всю душу истерзал проклятый». Кагадзуми стал уговаривать ее «Успокойтесь, матушка, ведь потерянного не вернешь». Наши люди просили, чтобы им позволили хоть вещи забрать. «Забирайте поскорее», ответили слуги этого эмон-но-ками, как будто по-хорошему, а потом вдруг не пустили никого за порог. Нельзя же было нашим людям лезть в драку. И правда, Тюнагону и его семье осталось только одно — всем скопом проклинать обидчика. Наконец, свечерело, наступил час пса. К дворцу Сан-Дзё-Доно длинной вереницей подъехало десять экипажей. Выйдя из экипажа, метеори увидал, что и в самом деле, как говорил Тюнагон, главные покои дворца готовы к прибытию господ. Поставлены ширмы, повешены занавеси, насланы циновки. Метеори понял, что сейчас должны чувствовать Тюнагон и его близкие, и ему стало их жаль, но он всё же решил довести свою месть до конца. Как должно быть страдает мой отец, думала о Тикубо и оставалась безучастной ко всему, ничто её не радовало. Метеори сказал слугам, смотрите, не потеряйте ни одной чужой вещи, я хочу вернуть всё в сохранности. В то время, как во дворце Сан-Дзё-Дона царило весёлое и шумное оживление, в доме Тюнагона все были полны страха и тревоги. Наконец пришла весть, торжественный переезд состоялся, сколько там слуг, сколько экипажей. Значит, всему конец, теперь уж делу не поможешь, опечалились Тюнагон и его близкие. Но во дворце Сан-Дзё-Донно никто не думал о них, там люди беззаботно веселились. Акоги была полна благодарности к своему хозяину за то, что он так умело осуществил всё, о чём она едва смела мечтать. На другой день Кагэдзуми сам явился в Сан-Дзё-Донно и попросил, пожалуйста, разрешите мне взять имущество моей семьи. Мы три дня не позволим дотронуться ни до одной вещи. На четвёртый день присылайте за вашим добром. Всё будет возвращено в полной сохранности, ответили им услуги и не стали слушать никаких доводов. В доме Тюнагона ещё больше встревожились. А в Сан-Дзё-Донно три дня подряд не стихала весёлая музыка, праздновали новоселье на самый изысканный новый манер. В назначенный день рано утром снова появился Кагэдзуми и начал слёзно молить. «Позвольте мне сегодня забрать вещи моей семьи. Мы перевезли сюда всё наше имущество, всё до мелочи, даже ларчики для женских гребней. Очень трудно обойтись без этих вещей». Метеори, торжествуя в душе победу, велел наконец возвратить Кагэдзуми все вещи согласно описи. «Ах, вспомнил», вспомнил, воскликнул Метеори, «где-то была ещё старая шкатулка для зеркала. Верните шкатулку вместе с прочими вещами, ведь супруга Тюна Гона, кажется, считает её бесценным сокровищем». А Коги с готовностью отозвалась, «как же, как же, шкатулка хранится у меня», и тотчас же принесла её. Женщины, ещё не видевшие этой шкатулки, дружно засмеялись. «Ах, да чего же она безобразна!» «Надо приложить к ней записку», сказал Метеори, подумав, что одна шкатулка сама по себе не произведёт должного действия, и попросил Отикубо написать несколько слов. «Зачем? Если я дам знать о себе в такую тяжкую для моих родных минуту, то причиню им лишнюю боль, стала отказываться Отикубо. И всё же напиши, прошу тебя, напиши, настаивал Метеори, и в конце концов она написала на оборотной стороне дощечки, лежавшей на дне шкатулки, такое стихотворение. «Утром и вечером видела ты, как я слёзы лью, ясное зеркало, но протекли года, и теперь память о прошлом сердцу мила». Завернув шкатулку в несколько слоёв цветной бумаги, Отикубо привязала к ней ветку дерева и отдала Акоги. «Вот, передай моему брату». Метеори пригласил к себе Кагадзуми и сказал ему, «Вы, должно быть, считаете, что я поступил с вами очень неучтиво, но, по правде сказать, меня взяла сильная досада, когда я узнал, что вы переезжаете в мой дом, даже не известив меня об этом. Теперь я уже остыл и намерен сам лично принести свои извинения вашему батюшке и, кроме того, показать ему ту бумагу, о которой шла речь. Передайте Тюнагону, чтобы он непременно посетил меня сегодня или завтра. Может быть, вы и ваши братья сочтете неудобным для себя сопровождать его, но я буду очень рад, если кто-либо из вас примет участие в нашей беседе». У Метеори был такой радостный вид, какой вовсе не соответствовал обстоятельствам. Кагадзуми был очень этим удивлен. «Так вы непременно передайте вашему батюшке, чтобы он ко мне пожаловал, и прошу вас, приходите вместе с ним», повторил Метеори. Кагадзуми, выразив свое согласие, удалился, а Коги поджидала его за дверью. «Попроси-ка гостя подойти сюда», велела она слуге. Кагадзуми это показалось очень странным, но все же он подошел ближе. Из заплетенного занавеса показался только самый краешек нарядного яркого рукава. «Пожалуйста, передайте эту вещь госпоже из северных покоев. Я бережно хранила ее, зная, как дорога она, госпоже, а сегодня, когда стали возвращать ваше имущество, я вспомнила об этой вещице». Кагадзуми еще более удивился, голос показался ему знакомым. «Но отчего имени прикажете передать?» «Госпожа ваша матушка сама догадается. Вспомните, как говорится в одной песне, все изменилось здесь, и лишь кукушки голос напомнил облом. Я словно та кукушка, разве голос мой не напоминает вам о прошлом?» «Ах, да ведь это Акоги! Она у нас когда-то служила, вспомнил Кагадзуми. «Как могу я вести сердечную беседу с той, которая так легко забыла свою родную обитель, но все же, когда я вновь приду сюда, то по старой памяти навещу вас?» «А вот и еще одна ваша давнишняя знакомая», послышался голос, и из заплетенного занавеса выглянула дама, то была все нагон. Каким образом они оказались здесь вместе? Не успела эта мысль промелькнуть в голове Кагадзуми, как раздался еще один знакомый голос. «А я, ничтожная, верно, уже забыта вами, где вам помнить обо мне здесь, у вас, в столице, где столько женщин красотой затмевают друг друга, словно кашницы цветов?» «Ну, разумеется, это Дзидзю, любимая прислужница его второй сестры на Кано Кими. Когда-то у Кагадзуми были с Дзидзю любовные встречи. Но что все это значит? Он слышит только знакомые голоса. Растерявшись от неожиданности, Кагадзуми не находил ответа. Акоги спросила, «Скажите, как поживает меньшой ваш брат Сабуро? Состоялся ли уже обряд Гэмпуку?» Обряд Гэмпуку заключался в том, что отроку в возрасте 12-16 лет впервые делали мужскую прическу и надевали на него шапку взрослого мужчины. С этого времени отрок считался совершеннолетним и даже получал новое имя. О, да, этой весной он получил звание чиновника пятого ранга. Пусть он непременно придет сюда, передайте ему, что мне о многом хочется поговорить с ним. Это нетрудно исполнить, ответил Кагадзуми и поспешил домой. ему не терпелось взглянуть, что за вещь передала ему Акоги с таким таинственным видом. По дороге он вспоминал все, что ему довелось видеть и слышать в Сан-Дзё-Доно и не мог прийти в себя от изумления. Что за чудеса! Уж не стало ли Оти-Кубо женой этого Эмо-Но-Ками? Акоги видимо живется недурно. Она так разряжена. Все прежние прислужницы собрались в Сан-Дзё-Доно словно нарочно. В чем тут дело терялся в догадках Кагадзуми? Ему было приятно встретить столько старых друзей. Никакие опасения не смущали его, ведь в то время, когда госпожа из северных покоев так жестоко мучила свою падчерицу, Кагадзуми находился далеко, на службе в глухой провинции и ничего не знал. Вернувшись домой, он передал отцу слова о метеоре, а потом отнес своей матери таинственный предмет, плотно завернутый в цветную бумагу. Стали ее разворачивать, и вдруг показалось, кто бы мог ожидать, старая знакомая шкатулка из-под зеркала, та самая, которую мачеха когда-то отдала Оти Кубо. Что же это значит, в смятении думала кита Ноката. На дне шкатулки написаны какие-то стихи, несомненно, рукой Оти Кубо. Мачеха так и замерла, широко раскрыв глаза и рот. Так значит, весь неслыханный позор, который свалился на наши головы, все наши несчастья в последние годы, все это ее рук дело. Так вот, кто наш тайный недруг. Словами не описать, какая злоба, какая досада охватили мачеху при этой мысли, весь дом Тюнагона пришел в смятение. Но когда сам он узнал, что дворец Сан-Дзю-Доно достался никому иному, как его родной дочери, то старик сразу позабыл все обиды и все унижения прошлых лет. Она оказалась самой счастливой из моих дочерей. Как мог я так пренебрегать ею? Дом этот по праву принадлежит Оти Кубо. Он достался ей в наследство от матери, сказал Тюнагон с успокоенным видом. Эти слова привели в ярость госпожу из северных покоев. Хорошо, пусть она берет себе этот дом, раз уж нельзя иначе, но мы столько денег потратили на него, попросите, чтоб нам возвратили хоть кусты и деревья, ведь какой убыток мы потерпели, пусть возместят нам хоть часть расходов, чтобы мы могли купить новый дом. Что ты говоришь, матушка, возмутился Кагадзуми, словно речь идет о чужом нам человеке. Не знаю, по какой причине, но в нашей семье нет ни одного приличного зятя, надоело мне слушать насмешки насчет беломордого конька. И вдруг с нами проднился молодой сановник, любимец государя, надо радоваться такому счастью. Тут в разговор вмешался младший сын Сабу Ро. Мне нисколько не жаль отдать сестрице этот дом, но мне было очень жаль смотреть, как мучили сестрицу Оти Кубо. «Как мучили? Кто ее мучил? Что такое?» спросил Кагадзуми. «Да, мучили. Сколько она, бедняжка, выстрадала!» И Сабу Ро рассказал обо всем, что было. «Ах, что должна говорить она Сакоги, а уж сестрице мне стыдно и на глаза показаться». Кагадзуми вспыхнул от гнева. «Это ужасно! Я был в провинции и ничего не знал. С ней поступали отвратительно. Не мудрено, что муж ее, эмон но ками, затаил в душе месть против нашей семьи и причинил нам столько бед. Что он должен о нас думать? Я не решусь теперь и на людях-то показаться». Так говорил он, охваченный чувством глубокого стыда. «Ах, замолчите вы! Что было, то было! Глупости все! И слышать не хочу! Это она все по злобе подстроила!» отмахнулась Китаноката. Видя, что с ней толковать бесполезно, сыновья замолчали. Прислушницы, слышавшие этот разговор, чуть не умерли от зависти. Оказывается, и Сен Агон и Дзидзю поступили на службу к госпоже Оти-Кубо, счастливицы! А мы-то до сих пор не догадались наведаться туда и погибаем здесь от тоски и скуки. Нет, уж хватит с нас. Сейчас же пойдем в Сан-Дзю-Доно. Госпожа Оти-Кубо, такая добрая, она непременно возьмет нас на службу, шептались между собой молодые дамы. Сестры Оти-Кубо были ошеломлены неожиданной новостью. Особенно страдала Сан-Но-Кими, ей было нелегко узнать, что она породнилась с той самой семьей, которая похитила у нее мужа. Тяжело на душе было и у Си-Но-Кими, ведь теперь ей придется встречаться с тем самым человеком, который прислал к ней подставного жениха и сделал ее навеки несчастной. Уж лучше бы породниться с первым встречным, только не с ним. Си-Но-Кими зачала сразу после свадьбы, и ее ребенку уже исполнилось три года. Это была прелестная девочка, совсем не похожая на своего отца. Си-Но-Кими думала, было в порыве отчаяния постричься в монахине, но пожалела свое дитя. Крепчайшие узы, любовь к своему ребенку, привязали ее к нашему суетному миру. Она возненавидела своего мужа и так враждебно к нему относилась, что даже глуповатого Хё-Бу-Но-Сё проняло наконец, и он перестал к ней приходить. В отличие от своих дочерей, Тю-Но-Гон сразу позабыл все свои прошлые горести. Он так долго и так жестоко страдал от того, что затмилась былая слава его имени, и что люди над ним только смеются. Теперь наконец представилась возможность восстановить честь и славу своего дома. Полной радости старик сразу же стал собираться в гости к своему новому могущественному зятю. «Сегодня уже, к сожалению, поздно. Навещу его завтра». Услышав эти слова, мачеха чуть не обезумела со злобы. «Такая жалкая девчонка о Тикубо и так возвысилась над ее собственными дочерьми». Санно кими и сино кими стали говорить между собой. «Так вот почему Эмон но ками велел спросить у нас во дворе храма Киомидзу, хватит ли с вас этого урока? О, если бы мы тогда сразу поняли, в чем дело! мы избежали бы многих бед, но нет, мы ни о чем не догадались. Служанки покинули нас не случайно, О, Тикубо переманила их к себе. Сколько горечи накопилось в ее сердце, если она так жестоко нас преследует!» «Так значит, это О, Тикубо все время мстила нам. Нет уж, этого моя душа не стерпит, отплачу ей той же монетой неистовствовала госпожа из северных покоев. «Что ты, что ты!» стали унимать ее дочери. «Надо забыть о прошлом, ведь в нашем доме несколько зятьев, приходится терпеть ради них. Вспомни, как страшно избили старика Тен-Я-Ку-Но-Су-Ке! А ведь из-за чего? Все из-за того же. Мстили за О, Тикубо по приказу ее мужа. Это ясно так толковали между собой всю ночь до рассвета жена и дочери Тюнагона. На следующее утро прибыло письмо от Мити-Йори. «Передал ли вчера вам сын ваш, правитель Эти-Дзена, мое приглашение? Если у вас есть свободное время, покорнейше прошу посетить меня. Я должен сообщить вам нечто очень важное». Тюнагон не замедлил с ответом. «Мой сын вчера передал мне ваше любезное приглашение. Я думал тотчас же отправиться к вам, но было уже поздно. Прошу извинить меня. Я скоро буду у вас». И начал готовиться к визиту. Старший сын Кагэдзуми сопровождал его, заняв место в экипаже позади отца. Как только Метеори сообщили, что Тюнагон прибыл в сад Зёдоно, он приказал «приведите его сюда». Тюнагона провели вглубь дома. Метеори принял его в южной галерее главного здания. Оти Кубо находилось тут же позади занавеси. Всем ее приближенным женщинам было приказано удалиться в свои покои. «Я пригласил вас, чтобы принести вам извинения за неприятную историю с этим домом», начал Метеори. «Но есть у меня и другая цель. Здесь присутствует одна молодая особа, которая давно грустит в разлуке с вами, и я хотел дать вам обоим возможность встретиться. Вы, конечно, имели некоторые основания считать дворец Сан-Дзиодона своим, но, как видно из бумаги на владение домом, та молодая дама, о которой сейчас шла речь, имеет на него больше прав, чем вы. А между тем, вы собрались поселиться здесь, не известив никого, словно нас, из-за людей не считаете. Оскорбленный таким пренебрежением с вашей стороны, я решил сам немедленно переехать сюда, однако вы долгое время не щадили ни усилий, ни забот, стараясь вернуть этому дворцу его былое великолепие, а я помешал вам воспользоваться плодами ваших трудов, это несправедливо. К тому же дама, близкая моему сердцу, умоляет меня, чтобы я уступил вам этот дом. Итак, если вы согласны, то отныне считайте его своим. Я призвал вас сюда, собственно, для того, чтобы подарить вам бумагу на право владения дворцом Сан-Дзё-Дону. Ваши слова в конец смутили меня, ответил Тюнагон, с тех пор, как дочь моя внезапно исчезла из дому, прошло уже несколько лет. Не имея от нее никаких вестей, я был уверен, что дочери моей уже нет на свете. «Будь бы я Тадо-Йори молод, думал я, она могла бы еще надеяться, что судьба вновь сведет нас, но я глубокий старик, и не сегодня-завтра уйду из этого мира. Нет, дочь моя не могла бы так покинуть меня старика, и если она исчезла, словно в воду канула, значит, нет ее в живых. Дворец этот перешел бы к ней по наследству, будь она жива, но что же делать, ведь ее не вернешь. Теперь, думал я, сам Дзю Доно принадлежит мне, и надо восстановить его, пока он совсем еще не разрушился. Мне и во сне не снилось, что он отныне ваша собственность, как бы там ни было, я радуюсь счастливой перемене в судьбе моей дочери и не желал бы для нее ничего лучшего. Но почему вы до сих пор не известили меня ни о чем? Может быть, вы хотели отомстить мне? Или еще хуже вы считали унизительным для себя открыто перед лицом всего света назвать своим отцом меня ничтожного старика Тадо-Йори? Как тяжелы для меня такие сомнения! Зачем мне брать от вас эту бумагу? К чему мне она? Ведь я сам хотел бы подарить своей дочери этот дворец! Ах, я удивлялся тому, что жизнь так долго меня не покидает, но вижу теперь, что не мог умереть, не повидавшись с моей дорогой дочерью. Я потрясен до глубины души, и Тюнагон печально опустил голову. Метеори тоже был сильно взволнован. жена моя с самого начала тревожилась о вас. Сколько раз она молила меня позволить ей увидеться с вами. Ах, что если этой ночью с отцом что-нибудь случится, часто говорила она среди ночи, замирая от страха. Но я все удерживал ее, потому что был у меня в голове один замысел. Вот в чем дело. Еще тогда, когда дочь ваша жила в маленькой коморке от Икубо у самых ворот в ваш дом, я стал иногда потихоньку навещать ее и скоро заметил, что с ней обращаются совсем не так, как с другими дочерьми. Девушка нуждалась в самом необходимом. Скажу прямо, что у супруги вашей жестокий нрав. Она всячески преследовала падчерицу, оскорбляла, я все видел своими глазами, слышал своими ушами, вот потому-то я и говорил своей жене, еще неизвестно, обрадуется ли твой отец, узнав, что ты жива. Подожди еще немного. Когда я займу более высокое положение в обществе, тогда твоему отцу будет лестно породниться со мной, он будет доволен, и мы сможем окружить его сыновними заботами. И еще вот что, я не мог простить вам того, что вы приказали запереть вашу дочь в кладовой и отдали ее во власть старику тэн тэн яку носу кэ. Да если б тюнагон даже узнал, что дочь его умерла, думал я, ему, наверное, было бы все равно. Я, метеори, никак не мог позабыть этой давней обиды, уж слишком у меня на сердце накипело. Впрочем, я всегда винил во всем не столько вас, сколько жестокую бессердечную госпожу из северных покоев. С тех пор я только и думал, как бы отомстить ей. Когда во время празднества Камо я узнал, что мачеха моей жены находится в том самом экипаже, который занял наше место возле дороги, я натравил на нее своих челединцев и удерживал их только для вида. Сознаюсь, я поступил дурно. Я виноват перед вами. Жена моя все время горько сожалела, что не может подобно своим сестрам неотлучно находиться при вас и покоить вашу старость. Я понял при виде ее скорби какая это великая сила, любовь, связующая воедино родителей и детей. И потом мои маленькие дети растут. Мне захотелось, чтобы вы их увидели. Слушая метеори, тюнагон с ужасом и стыдом вспоминал свою прежнюю жестокость к дочери. Ему было так совестно, что он долго не находил слов для ответа. «Нет, я не считал ее хуже других моих дочерей», наконец, вымолвил он, «но у них была родная мать, и она прежде всего заботилась о собственных детях, а я слишком слушался своей жены. Вот почему случились такие печальные вещи». «Я принимаю ваши упреки и не хочу оправдываться. жестоко и несправедливо, что дочь мою отдали во власть такому жалкому существу, как Тэн-Яку Носу-Кэ. Какой отец мог бы позволить это, если б я только знал, верно, что я в припадке гнева приказал запереть ее в кладовую, потому что мне наговорили, будто она совершила очень дурной поступок, но, как бы там ни было, я хочу взглянуть на свою дочь. Где она? Покажите мне ее поскорее, просил он. Метеори отбросил занавес. Вот она здесь. Покажись своему отцу, сказал он жене. О, Текуба смущенно выползла вперед на коленях. Отец злюбовался ею, как она расцвела за эти годы. Настоящая красавица. На ней были одежды из белоснежного узорчатого шелка, а поверх них еще одна переливчатая цвета индиго с пурпуром. Чем больше Тюнагон смотрел на свою дочь, тем яснее видел, что она превосходит красотой и прелестью всех своих сестер, о которых нежно заботились, думая, что они несравненно лучше ее. Тюнагон сам теперь не понимал, как мог он столь жестоко с ней обойтись и удивлялся своей прежней слепоте. — Ты верно не давала так долго о себе знать, потому что была в обиде на меня, сказал он, но поверь мне, я рад, я безгранично счастлив увидеть тебя. — О, нет, я нисколько не в обиде на вас, батюшка, ответила Отикубо, но случилось так, что муж мой был у меня как раз в то время, когда матушка жестоко разгневалась на меня, то, чему он был свидетелем, видно, глубоко запало ему в душу, долгое время он не дозволял мне подавать вам весть о себе, мне пришлось покориться, все обиды и притеснения чинили вам без моего ведома, я очень страдала при мысли о том, что вы сочтете меня их виновницей. Ах, нет, я думал раньше, какой позор на мою старую голову, за что Эмон Но Ками так безжалостен ко мне, но, выслушав его сегодня, я все понял. Он так сильно возненавидел нас за то, что в моем доме так худо с тобой обращались. Поверь, это меня даже радует, значит, он сильно тебя любит, сказал Тюнагон с улыбкой. Утикуба была тронута, все равно это непростительно. Пока отец и дочь беседовали между собой, к ним подошел Митя Йори с ребенком на руках. Взгляните-ка на него, он такой добрый, послушный мальчик, самая злая на свете старшая жена и то, кажется, не могла бы его возненавидеть. Ах, что ты говоришь, смутилась Отикубу. Когда Тюнагон увидел внука, то весь расплылся в улыбке, его стариковское сердце потянулось к ребенку. «Поди сюда, мой маленький, поди сюда!» Он хотел взять на руки внука, но мальчик, испугавшись незнакомого старика, крепко ухватился ручонками за шею отца. «Нет, кажется, демон и то не устоит перед этим ребенком», воскликнул Тюнагон. «Сколько ему лет?» «Три года», ответил Митя Йори. «А есть у вас другие дети? Как же, есть еще мальчик, поменьше, он сейчас у моих родителей, есть и дочка, но сегодня как раз день запрета, ее нельзя никому показывать. Вы увидите девочку в следующий раз». День запрета. Путем гадания устанавливались особые дни ритуального запрета, имми но хи, когда нельзя было покидать свой дом, видеть посторонних, есть мясо и так далее. Вскоре подали и угощение. Не было устроено ничего нарочито похожего на пир, но всех слуг тюнагона, вплоть до погонщика быка, накормили вдоволь. «Акоги, сенагон, приказал молодой хозяин, вы бы поднесли вина господину правителю Этидзена». Акоги позвала Кагадзуми в покое женской свиты. Кагадзуми некоторое время колебался, идти ему или нет, но потом решил, что он-то уж во всяком случае ни в чем не виноват и, приободрившись, пошел вслед за Акоги. Она провела его в комнату такую большую, что столбы, подпиравшие кровлю, стояли в ней в три ряда. Пол был весь красиво услан циновками. В комнате чинно сидели благородные прислужницы числом не менее двадцати, все, как одна, безупречно прекрасные собой. Они удалились сюда по приказу господина, когда он захотел побеседовать с тюнагоном наедине. Кагадзуми был большим поклонником хорошеньких женщин. Отлично, вот счастливый случай, подумал он, стреляя глазами во все стороны, да так и замер с раскрытым ртом. Здесь собралось много прежних его приятельниц, некогда служивших в доме его отца. Он узнал в лицо человек пять-шесть. Похоже на то, что всех их переманили сюда на службу. Господин наш приказал угостить вас с вином. Если вы выйдете отсюда такой же бледный, как вошли, не порозовев от вина, то нам будет очень совестно, сказала Акоги. Ну же, угощайте гостя. Прислушницы начали подносить гостю чарку за чаркой, и он сразу опьянил. «Госпожа Акоги, спасите меня, нельзя же так безжалостно мучить человека!» Он попытался было бежать, но юные красавицы окружили его кольцом и очень ловко преградили дорогу. Пришлось ему остаться, и тут уж его напоили так, что он, мертвецки пьяный, растянулся на полу. Тюнагон тоже, сдавшись на уговоры своего зятя, выпил несколько чарок вина и, захмелев, пустился рассказывать разные истории. «Отныне я буду заботиться о вас, как только могу», обещал ему Митя Йори. «Я буду рад исполнить любое ваше желание, только скажите мне слово». Старик был наверху счастья. Наконец темнота спустилась на землю. Тюнагона на прощанье богато одарили, поднесли ему ящик с разными красивыми одеждами, был там и церемониальный наряд, и даже кожаный пояс замечательной работы, настоящее сокровище. Не забыт был и Кагадзуми, ему подарили полный женский наряд для его супруги и вдобавок еще одежду из узорчатого шелка. В конец охмелевший тюнагон повторял заплетающимся языком «Я-то все горевал, что загостился на этом свете, все думал, зачем я живу, а вот сегодня радость-то радость какая». Свита его была невелика, и потому все сопровождающие его люди получили богатые подарки, каждому телохранителю пятого ранга пожаловали парадные одежды, телохранителем шестого ранга, каждому по нескольку хакама, а простым фельдинцем свертки шелка, накрученного на палочке, чтобы можно было, уходя, заткнуть их за пояс. Слуги, знавшие, что их господин тюнагон и молодой эмон но-ками враждуют между собой, не могли опомниться от изумления. Вернувшись домой, тюнагон от слова до слова пересказал своей жене все, что говорил ему Митиори. Правда ли, что дочь мою хотели отдать этому старому негоднику тен-яку но-су-ке? Когда эмон но-ками понизив голос рассказывал мне об этом, я чуть не сгорел со стыда, а внучек у меня, да чего славный, хорошенький какой, по всему видно, что дочь моя счастливо живет в замужестве. Госпожа из северных покоев затряслась от злости и слушать не хочу, раньше ты эту свою дочку из-за человека не считал, кто приказал запереть ее в кладовой? Ты же сам и приказал. Я здесь ни при чем. Оставил молоденькую девушку на произвол судьбы без всякого присмотра. Тут не только что тен-яку но-су-ке, кто хочешь мог к ней сунуться, а теперь, когда ее взял в жены большой человек, ты хочешь свалить свой грех на другого, но не слишком радуйся, такое неслыханное счастье не бывает долговечным. Подвыпивший Кагадзуми пустился рассказывать, растянувшись на полу, про все, что видел и слышал в Сан-Дзё-Доно. Так вот, значит, окружило меня со всех сторон множество хорошеньких прислужниц, одна другой краше, было их, верно, не меньше тридцати. Каждая поднесла мне чарочку и умоляла выпить. И все, заметьте, старые мои знакомые, одна служила у Сан-Но-Кими, другая у Сина-Кими, даже служаночка Маро-Я, и то оказалось там. И все такие нарядные, словно ветки в весеннем цвету, видно, им хорошо живется. Это услышали спавшие вместе в одной постели Сан-Но-Кими и Сина-Кими. «Ах, как грустен наш мир, плача», говорила старшая сестра. «Давно ли жила она в жалкой коморке у самых ворот и не смела оттуда на свет показаться? Могли ли мы думать тогда, что это отикубо так высоко вознесется над нами? Все наши служанки ушли к ней. Стыдно показаться на глаза не только чужим людям, но даже собственным родителям. Как жить дальше? Уж лучше пойти в монахини?» Сина-Кими тоже горько плакала. «Какой стыд! Какой ужасный стыд! Не ведая, что готовит нам будущее, матушка только о нас, своих родных дочерях и заботилась, а чужую девочку совсем забросила. Люди верно теперь говорят, по делам им. Когда я так несчастливо вышла замуж, то думала было постричься в монахини, но скоро понесла дитя под сердцем, а уж как родилась моя дочка, мне стало ее жалко. «Да рощу ее, думала я, до разумных лет, так день за днем и живу». И, обливаясь слезами, Сина-Кими сложилось стихотворение. «Уж так ему суждено, и я говорила, бывало, увидев чужую беду, а ныне судьба злосчастной досталась в добычу сама». Сан-Но-Кими согласилась с Си-Но-Кими и сказала в свою очередь «Всех нас рок стережет, злая судьба прихотлива, словно река Асука, там, где сегодня пучина, завтра шумит перекат». Всю ночь до рассвета проговорили сестры, жалуясь на свою судьбу. На следующий день Тюн-А-Гон стал рассматривать полученные им накануне подарки. «Какие красивые цвета, все такое нарядное, не мне старику носить, а в особенности этот пояс, ведь это семейная драгоценность, как принять такой подарок? Нет, я непременно его верну». В эту минуту принесли письмо от Мити-Йори, все слуги сразу кинулись принять его, каждому хотелось быть первым. Я жалел вчера, что ночь разлучила нас слишком быстро, говорилось в письме. «Мы не рассказали друг другу и сотой доли того, что случилось с нами за эти годы. Если вы не посетите меня, я буду в большой обиде». «Почему вы оставили у меня бумагу, о которой мы говорили?» «Приезжайте в свою очередь, получила письмо от Атикубо. Все эти годы ты не выходила у меня из головы, но как не хотелось мне подать весть о себе, слишком многое меня удерживало. Помнишь ли ты еще обо мне? Или уже забыла? Мне это было бы грустно. Пусть забыли меня, не боится любовь моя времени, так на вечной горе разрастаются густо азалии меж безмолвных камней. Передай матушке и сестрицам, что я была бы рада повидаться с ними. Три старшие сестры тоже прочли это письмо, досадуя, что Отикубо обратилась только к одной синокиме. Каждой хотелось получить от нее весточку. Вот как меняются люди. А ведь когда Отикубо жила в своей коморке, ни одна из сестер и не думала ее навестить. Тюнагон ответил своему зятю, я надеялся быть у вас сегодня же, но к несчастью путь закрыт. Прошу меня извинить. Перед поездкой узнавали при помощи гадания, не заграждает ли путь одно из грозных божеств неба, чтимых в древней магии. Суеверие этого рода создавало иногда большие затруднения при путешествии, беду пытались предотвратить разными способами, например, останавливались ночевать в чужом доме или каким-либо иным способом. «Я с радостью думаю о том, что теперь мы будем видеться часто. Кажется, такое счастье способно вдохнуть в меня новую жизнь. Я говорил еще вчера, что не приму от вас бумагу на право владения дворцом Сан-Дзё-Доно. Ваша великодушие пробуждает во мне стыд. Подаренный мне пояс слишком роскошен для такого старика все равно, что парча темной ночью. Я хотел бы вернуть его, но, боясь обидеть вас, оставляю на некоторое время у себя». Вот что написала Синокиме в своем ответном письме Коти Кубо. «Видно, заглохла дорога к нашему дому, и нет никакой отметы у наших ворот, нет даже криптомерий, как поется в старой песне». Синокиме по обычаю цитирует в своем письме известные стихи, в данном случае из антологии Кокинсю. «Хижина моя у подножия гор мива, если любишь ты, приходи, отыщи меня здесь, криптомерия у ворот». Неизвестный автор. «Я бесконечно рада вашему письму. Но не думайте о себе, людям я чужда, хоть не живу в высоких небесах». «Нет, не стала ты нам чужой, ты сама нас, беглянка, покинула, позабыла дорогу в свой дом. Сколько лет по тебе мы печалились, кто же любит сильней, скажи». С того самого времени молодые супруги стали так заботиться о Тюнагоне, что описать нельзя. Старик, можно сказать, не выходил от них. Братья Оти Кубо, старший Кагэдзуми и младший Сабуро, тоже охотно посещали своего знатного зятя. Вначале им было совестно, но скоро они стали чувствовать себя у него как дома, радуясь, что породнились с такой знатной семьей. Оти Кубо заботилась о младшем брате, как о своем родном детище, стараясь устроить его судьбу. Однажды она сказала Кагэдзуми, «Я хотела бы повидать также матушку и сестриц, ведь моя родная мать умерла, когда я была еще совсем маленькой, и я полюбила госпожу из северных покоев дочерней любовью. Мое самое горячее желание воздать матушке за все ее заботы, но она верно сердится на меня. Передайте всем в доме привет от моего имени». Вернувшись домой, Кагэдзуми сообщил матери и сестрам, «Вот что сказала сестрица, она заботится о нас, ее братьях, так заботится». Госпожа из северных покоев подумала, что раз падчерица стала так богата, то верно говорит правду, зачем ей кривить душой. К тому же, если бы Отикубо затаила злобу против нее мачехи, то не стало бы так покровительствовать своим братьям. Значит, во всех гонениях на семью тюнагона был повинен муж Отикубо, ведь никто иной, как сам Метеори помогал ей шить в ту злосчастную ночь, он все слышал, он знал обо всем. Рассудив так, мачеха пересилила свой строптивый нрав, и они с Отикубо начали обмениваться ласковыми письмами. Как-то раз Метеори стал советоваться со своей женой. Отец твой уже очень стар годами, а в свете сейчас принято устраивать празднество в честь престарелых родителей, когда им исполнится пятьдесят или шестьдесят лет, услаждают их приятной музыкой или в начале Нового года подносят им семь первых весенних трав, а иной раз устраивают восемь чтений сутры лотоса. В седьмой день, когда семь весенних трав, петрушку, пастушью сумку, хвощи другие варили вместе с рисом. Согласно поверью, это кушание поможет сохранить здоровье весь год. Семь считалось магическим числом. Сутра лотоса санскрит Садхарма Пундарикасутра одна из священных буддийских книг в течение четырех дней дважды в день, утром и вечером читали толкование этой сутры. Словом, всячески стараются порадовать своих родителей. Как ты думаешь, что лучше? Иные старики еще при жизни велят отслужить по себе сорок девять заупокоенных молебствий, но как-то нехорошо детям заживо отпевать своего отца. Скажи, что тебе больше всего по сердцу? Я сделаю так, как ты хочешь. Нет лучше утехи, чем музыка, но важнее всего позаботиться о спасении души своих родителей, восемь чтений сутры лотоса, и в этой жизни помогут снискать милость Будды и в будущей даруют блаженство. Пусть прочтут в честь отца эту святую сутру. Правильно ты рассудила, одобрил ее слова Митейори. Я и сам так думал. Нужно будет устроить восемь чтений сутры лотоса еще до конца этого года. Отец твой выглядит слабым и грустным. Это подбодрит его. Оти Кубо уже на следующее утро занялась приготовлениями. Торжество было назначено на восьмой месяц года. Надо было заказать новый список сутры, поручить мастерам изготовить новые статуи Будды. Митейори и Оте Кубо старались устроить все наилучшим образом. Правителям разных провинций было приказано прислать все необходимое — шелковые ткани и шелковую пряжу, серебро и золото. Ни в чем не было недостатка. В самый разгар хлопот вдруг тяжко заболел и отрекся от престола царствующий император. Престолу наследовал первый принц крови, сын императора от той самой супруги, которая приходилась родной сестрой Митейори. Второй сын этой же любимой супруги был назначен наследником престола. Новый государь немедленно пожаловал Митейоре титул Дайнагона старшего государственного советника. Куродо муж его другой сестры стал тюнагоном. Не забыт был и младший брат Митейоре. Он тоже был назначен членом государственного совета. Словом, все члены этой семьи удостоились высоких наград. Так счастливо для Митейоре началось новое царствование. Лучшего и пожелать было нельзя. Старик тюнагон от всей души радовался возвышению своего зятя, считая, что это великая честь и для него самого. В середине седьмого месяца при дворе состоялось много торжеств и церемоний, но хотя Митейоре был и очень занят новой службой в должности Дайнагона, он все же не оставлял своих забот, о восьми чтениях сутры лотоса. Было решено приступить к ним в двадцать первый день восьмого месяца. Сначала Митейоре думал устроить это торжество в своем собственном дворце Сан-Дзё-Доно, но побоялся, что мачеха и сестры Оти-Кубо пожалуй не решатся приехать. Уж лучше ему самому с женой посетить дом Тюнагона подумал он. Митейоре велел заново отстроить дворец своего тестя и посыпать двор песком. Были повешены новые плетеные занавеси, посланы новые циновки. И муж второй дочери Тюнагона и старший его сын Кагадзуми служили теперь у Митейоре управителями. На них-то и была возложена подготовка к церемонии. Надо было убрать ширмы занавеси, служившие перегородками так, чтобы получился большой зал. Покои для Дай Нагона были устроены в северной галерее, а для его супруги во внутренних покоях на южной стороне, где стены были покрыты блестящим красным лаком. Митейоре с семьей прибыл во дворец Тюнагона накануне того дня, когда должны были начаться чтения сутры Лотоса. Прислужниц взяли с собой меньше обычного, так как старый дом был тесноват, приехали всего в шести семи экипажах. Наконец-то мачеха и сестры встретились лицом к лицу, сотикубо. Одежда на ней была цвета густого пурпура, а поверх нее надета другая, тканая из синих и желтых нитей и подбитая лазоревым шелком. Наряд этот поражал своим великолепием и чудесным подбором цветов. Многие бывшие тут люди невольно вспомнили, как мачеха когда-то подарила отикубо в награду за шитье свои старые обноски. Готовясь к завтрашней церемонии, отикубо между делом дружески беседовала о старых временах со своими сестрами Санно-Кими и Синно-Кими. Она была хороша с собой даже и тогда, когда всеми презираемая ютилась в коморке. Теперь же красота ее достигла полного расцвета. Достоинство, с которым держалась отикубо, как супруга Дайнагона, очень шло к ней и еще более усиливало впечатление от ее красоты. Рядом с ней сестры казались совсем невзрачными, а наряды их просто жалким тряпьем. Госпожа из северных покоев, примирившаяся с тем, что ничего не может поделать с падчерицей, тоже приняла участие в общем разговоре. Я ведь взяла вас на воспитание, когда вы были вот такой маленькой, и для меня вы все равно что дочь родная, но на беду я от природы вспыльчива, иной раз сама не помню, что говорю, боюсь, что вы на меня в обиде. Оти Кубо стало в душе смешно. Что вы, матушка, ласково сказала она, я нисколько не обижена на вас, все давно забыто, теперь я хочу только одного, позвольте мне заботиться о вас так, как должно почтительной дочери, чтобы душа моя была спокойна. Вот за это премного благодарна, ответила мачеха, в доме моем много никудышных людей не умеют в жизни устроиться, поневоле в отчаяние придешь, как же нам всем не радоваться, что вас посетило такое счастье. На другой день, с самого раннего утра, началось торжественное чтение с утра лотоса. Среди гостей присутствовало много высших сановников, а уж чиновников низших званий и не счесть было. Каким образом этот жалкий, в конец одряхлевший старик сумел выдать замуж свою дочь за такого влиятельного человека, гадали в толпе, бывает же людям счастье. И в самом деле Метеоре исполнилось всего двадцать лет, а он уже стал дайнагоном, одним из первых сановников страны, и притом был бесподобно красив. Видя его заботливость, Тюнагон, умиленный такой честью, ронял по-стариковски обильные слезы. На чтении с утра лотоса присутствовали и младший брат Метеоре, и Куродо, муж его младшей сестры. Когда Санно Кими увидела Куродо, воспоминания о счастливом прошлом нахлынули на нее. Он был очень хорош собою, в своем новом великолепном наряде. О, если бы он по-прежнему был ее мужем! Как гордилась бы Санно Кими, как радовалась бы, увидев, что Куродо немногим уступает даже этому прославленному красавцу Дайнагону! А теперь ей оставалось только лить слезы, кляня свою жестокую судьбу. Санно Кими тихо прошептала про себя, помнит ли он обо мне? Тщетно хоть проблеск чувства силилась я подстеречь, о, как слаба я сердцем, все еще плачу по нем. Наконец, церемония началась. Множество высших буддийских священников благоговейно приступили к чтению священной сутры лотоса. Поскольку сутра это состоит из восьми книг, то было решено читать каждый день по одной книге. А в девятый прочесть священную сутру о Бодхисатве Амитабхе, отворяющем двери рая, чья благость вечно и бесконечна. Бодхисатва Амитабха санскрит. Согласно учению буддийской секты Сингон в западном рае царил Бодхисатва Амитабха, чтимое буддийское божество. И каждый день возносили моления новому изображению Будды, так что всего было девять чтений и девять служб перед девятью статуями божества. Четыре свитка сутры лотоса были написаны золотом и серебром на цветной бумаге всевозможных оттенков, а валики для них сделаны из благоухающего черного дерева. Каждый свиток хранился в отдельном ларце, окованном по краям золотом и серебром. Прочие пять свитков были написаны золотом на бумаге цвета индиго и накручены на хрустальные валики. Эти свитки хранились в отдельных ларцах из лака макие, и на крышке каждого ларца были написаны золотом главные истины, возвещенные в сутре. При виде этих великолепных книг и статуи всем стало ясно, что присутствуют они не на обычном молитвенном сборище. Трудно было вспомнить другое подобное торжество. Священники, читавшие сутры, получили в дар шелковые рясы дымчато-серого цвета. Заботясь о том, чтобы ни в чем не было недостатка, Метеори проявил неслыханную щедрость. С каждым новым днем чтения становились все торжественнее, а сборище все многолюднее. На пятый день состоялось подношение даров. Все молящиеся, не только знатные сановники, но и люди невысокого звания, принесли их столько, что и класть было некуда. Четкие и молитвенные шарфы лежали грудами. В ту самую минуту, когда должно было начаться торжество, Метеори получил письмо от своего отца. «Я думал сегодня хоть один единственный раз помолиться вместе с вами, но у меня случился такой приступ ломоты в ногах, что я не в силах покинуть постель. Прошу возложить на жертвенник Будды мое скромное приношение». Отец Метеори прислал золотую ветку цветущего померанца в горшочке из лазоревого камня. Этот драгоценный дар находился в синем мешочке, привязанном к ветке сосны. «Матушка Метеори сообщала в письме Коти Кубо, «Я слышала, что вы приняли много забот, готовясь к этому торжеству, отчего же не попросили меня помочь? Позвольте попенять вам, неужели вы до сих пор не поняли, как близки моему сердцу? Я, как женщина, тоже приношу свой дар, хоть и скромный, но полезный, чтобы он снискал мне, грешнице, милость Будды». Она прислала монашеское облачение из китайского крэпа цвета опавших листьев, отливавшего красными и желтыми оттенками, и вдобавок к нему пять рё шелковой пряжи ослепительно-пурпурного цвета. Рё старинная мера веса, точное значение, которое в настоящее время трудно установить. К подарку был привязан цветок оминаэси. Пряжа эта предназначалась, видимо, для того, чтобы сплетать шнуры для четок. Оминаэси патриния один из семи осенних цветов, прославленных в японской классической поэзии. Только Отикуба собралась написать ответ, как прибыло письмо от младшей сестры Метеори. Замыслили вы святое дело, но не известили меня об этом. Отчего же? Неужели не хотели вы сопричислить меня к тем, которые ищут себе на небесах награду? Мне это весьма прискорбно. С письмом был прислан золотой цветок лотоса, раскрывший свои лепестки. На листьях, слегка отливавших глубизною, сияли большие серебряные капли росы. Прибыло послание и от другой сестры Метеори, супруги императора. Его прислала придворная дама второго ранга. Даму эту приняли с великим почетом и провели вскрытое от людских глаз место, где никто не мог ее увидеть. Старший брат Отикубо, Кагадзуми, и младший, Сабуро, по ходатайству Метеори, он был недавно назначен помощником начальника левой гвардии, подносили гости чарки с вином, всячески стремясь угодить ей. Государыня изволила написать «Сегодня у вас хлопотливый день, посему опускаю обычные приветствия, прошу только возложить мой дар на жертвенник Будды». То были четки из священного дерева Бодхидрума в золотом ларчике. Бодхидрума — санскрит — священное дерево, сидя под которым Будда, Гао, Утама, согласно легенде, достиг прозрения. После его смерти оно засохло. Кровные братья и сестры Отикубо и все люди, во множестве присутствовавшие на молебстве, были до крайности изумлены, видя, как соперничают между собой в щедрости знатные родичи ее мужа. Поистине небывалое счастье выпало этой женщине, думал каждый. Прежде всего, Митиори написал ответ супруги государя. Благоговейно получили присланные вами священные четки. Сегодня состоится только обряд подношения даров. Я сам, согласно вашей воле, возложу высочайший дар на жертвенник Будды. Как только церемония закончится, поспешу явиться во дворец, дабы лично выразить свою благодарность. Посланницы государыни были преподнесены подарки. Одежда из узорчатого шелка, хакама, китайская накидка цвета павших листьев и парадный шлейф из тончайшего крепа. Началась церемония. Высшие сановники и другие знатнейшие люди страны стали торжественно подносить свои дары Будде. Почти все они дарили серебряные и золотые цветы лотоса. Лишь один Куродо в отличие от других преподнес изделие из серебра в виде кисти для письма. Ручка ее была окрашена под цвет обожженного бамбука, а мешочек для хранения этой драгоценности сделан из прозрачного крепа. А уж ящиком с платьями и молитвенным шарфом просто счету не было. Вязки поленьев были сделаны из дерева багряника, слегка подкрашенного в темный цвет и перевязаны шнурами из красиво сплетенных нитей. Словом, этот день, пятый с начала чтения с утра лотоса, стоил дороже всего. Денег было потрачено без счета. Вязки поленьев На пятый день чтения с утра лотоса поют песнопения, вспоминая монашеский искус Будды Гаутамы «Он рубил дрова, носил воду» и так далее. Глядя на то, как благороднейшие мужи страны с дарами в руках движутся процессии вокруг жертвенника, все присутствовавшие на церемонии говорили с похвалой «Великого счастья и почета удостоялся старик тюнагон на склоне своих дней. Надо молиться богам и Буддам, чтобы послали они хороших дочерей», восклицали иные. Так торжественно совершались молебствия в течение всех девяти дней. Санно Киме каждый день тайно надеялось, что бывший муж ее, Куродо, вот-вот вспомнит о ней, но, увы, этого не случилось. Быть может, измученная душа Санно Киме незримо посетила его, и он услышал ее зов, но только вдруг уже на самом пороге дома Куродо остановился и подозвал к себе Сабуро. «Почему вы сторонитесь меня, словно чужого?» «Как я могу относиться к вам по-родственному?» ответил тот. «Значит, прошлое забыто, а она все по-прежнему здесь?» «Кто это она?» спросил Сабуро. «Вы же знаете, кто, зачем бы я стал спрашивать о другой?» «Я спросил вас о Санно Киме». «Не знаю, может быть, здесь?» с нарочитой холодностью бросил в ответ Сабуро. «Так скажите ей от моего имени, вновь увидел я твой дом, все в нем так душе знакомо, все о прошлом говорит, видно и любовь мою время изменить не в силах». Но такова жизнь. И с этими словами он ушел. «Мог бы, по крайней мере, хоть дождаться ответа», подумал Сабуро, «но видно, его бесчувственное сердце не способно хранить память прошлого». И он пошел в женские покои и сообщил сестре слова Куродо. Санно Киме была бы рада, если бы Куродо заглянул к ней хоть на самое короткое время. «Зачем он послал мне эту весть? Какая жестокость?» с горечью думала она. Ответ явно посылать было ни к чему. После того, как была прочтена вся сутра лотоса, Митя Йори устроил богатый пир по случаю окончания поста и начал собираться домой. Его стали упрашивать побыть еще денек-другой. «Нет, из-за нас теснота в доме, да и дети мои вас беспокоят. Я лучше как-нибудь снова навещу вас один», сказал Митя Йори и, отклонив все просьбы, решил немедленно возвратиться со своей семьей в Сан-Дзё-Доно. Тюнагон не знал, как выразить свою благодарность. Роняя слезы, он говорил, «Слов нет, чтение сутр — дело святое, но мне лестно так же, что столько знатных особ, начиная с государыни и левого министра, пеклись о спасении моей души. Такая радость воистину способна продлить жизнь. Великая честь выпала мне старику. Довольно было бы с меня ничтожного, если бы и один раз прочли какую-нибудь сутру, а тут столько дней подряд молились ради моего будущего спасения». Отикубо была на вершине счастья, и Митиори тоже радовался успеху задуманного дела. Тюнагон сказал еще, «Есть у меня одна драгоценность, которую берег я в великой тайне от всех моих домашних, как не любил я зятя своего курода в те годы, когда посещал он Санно Кими, но и ему не отдал ее, словно нарочно сберег для вас. Вот она. Отдайте моему старшему внуку». И с этими словами он достал из парчевого мешочка великолепную флейту. Старший внучек расцвел улыбкой и принял подарок с таким важным видом, словно был настоящим музыкантом. Видно было, что флейта очень ему понравилась. Наконец, уже поздно вечером, Митиори отбыл с семьей в Сан-Зе-Доно. Он сказал своей жене, «Тюнагон был безмерно счастлив. Подумай, чем бы нам еще порадовать старика?» Вскоре после этого торжества левый министр сказал своему сыну, «Уж очень я состарился годами. Тяжело мне, помимо своей гражданской службы, нести еще и службу в гвардии. Она подходит только для человека в расцвете сил». И передал Митиори свою военную должность начальника левой гвардии. Кто посмел бы воспрепятствовать этому в правлении государя, исполненного благосклонности к Митиори и всем его родным? Тюнагон всей душой радовался блистательным успехом своего зятя, но в то же время заметно было, что он угасает, и не от какой-нибудь тяжелой болезни, а от старости. Наконец, Тюнагон слег в постель. Отикубо глубоко опечалилась. Настало время, когда она могла порадовать старика отца, но, увы, к чему все теперь. «О, если бы отец пожил еще немного», думала она, «я мечтала окружить его заботами, как подобает любящей дочери». Услышав, что Тюнагону в этом году должно исполниться семьдесят лет, Митиори сказал, «Когда бы мы могли надеяться, что отец твой проживет на свете еще долгие годы и много раз встретит годовщину своего рождения, то было бы еще простительно отметить ее, как обычно. Свет осудит нас за слишком частые торжества, но я все равно думаю пышно отпраздновать семидесятилетие твоего отца. Сколько раз я жестоко мучил его, а порадовал лишь один раз. Это камнем лежит на моей совести, а уж когда он умрет, то поздно будет сетовать на то, что не оказали ему должных почестей. Быть может, нам последний раз дано утешить старика, так сделаем же для этого все, что в наших силах, и Митиори стал поспешно готовиться к новому торжеству. Правители разных областей старались выполнить любое его желание, чтобы войти к нему в милость. Он повелел каждому из них прислать одну из вещей, потребных для празднества, и таким образом, не слишком их обременяя, без труда собрал все нужное. Незадолго перед тем Меченосец получил новое повышение по службе. Он был назначен правителем области Микава, а Коги отпросилась всего на семь дней, чтобы проводить своего мужа до места новой службы. Оттикуба со своей обычной добротой и заботливостью пожаловала им много прощальных подарков, дорожные принадлежности, набор серебряных чашек, одежду и прочее. Сейчас наступила очередь Меченосца услужить своему господину. Метеори послал к нему гонца с просьбой «В силу такой-то причины мне требуется немного шелка». Меченосец тотчас же отправил Метеори сто свертков белого шелка, а жена его Акоги от себя послала Оттикубу двадцать свертков шелка, окрашенного соком багряника. Повелено было созвать со всех сторон прекрасных отроков, чтобы они своими плясками веселили гостей на Перу. Золото лилось рекой, а о деньгах и говорить не приходится. Отец Метеори спросил в недоумении «Зачем устраивать один за другим такие великолепные праздники?» Но потом добавил «Впрочем, как знать, долго ли старику еще жить на свете? Чтобы порадовать Тюнагона, я в меру своих сил позабочусь о его детях, пока он жив». И, посоветовавшись со своим сыном, взялся за хлопоты о них. Левый министр так сильно любил Метеори, что готов был ради него сделать все на свете. Торжество в честь семидесятилетия Тюнагона было назначено на одиннадцатый день одиннадцатого месяца. На этот раз Метеори пригласил всех к себе во дворец Сан-Дзё-Доно. Опасаюсь утомить моих читателей излишними подробностями, я опускаю их. Скажу только, что торжество это поразило всех своим великолепием. Ширмы в пиршественном зале были украшены множеством чудесных картин. Для того, чтобы читатель получил о них понятие, приведу здесь стихи, написанные на створках ширм. Пробуждение весны в тумане. В тумане тонет рассвет, курятся белую дымкой вершины гор Йосино. Ах, верно, весна этой ночью пришла к нам по горной тропе. Второй месяц года облетают цветы вишни. О, вишен летучий цвет, забудь свой старинный обычай, недолго радовать взор. Отныне цвети века живой пример долголетия. Третий месяц года человек срывает ветку с цветущего персикового деева. Волшебный персик зацвел, плоды бессмертия он дарит лишь раз в три тысячи лет. Сорву с него ветку, украшу себя, хочу в долголетии сравняться с тобой. Четвертый месяц года Как долго в ночной темноте твой первый негромкий крик я ожидал, о, кукушка. Нет, я не забыл со сном, но вздрогнул, словно очнулся. Пятый месяц года кукушка кричит перед домом, кровля которого украшена цветущим ирисом. Скажи мне, кукушка, зачем так звонко кричишь ты в ночной темноте? Или заметила ты, что ирисом край этой кровли увид, и значит, праздник настал? Шестой месяц года очищения от грехов прозрача. чиста стремни на реки в день омовения от грехов, прозрачно до самого дна, словно в ясном зеркале в лоне вод бессмертный образ твой отражен. Седьмой месяц года праздник звезд волопаса и ткачихи. О, ты, небесная река, сияющая в звездном небе, где нет и тени облаков. Сейчас челнок свой волопас через тебя, наверное, правит. Восьмой месяц года служащие императорской канцелярии выкапывают цветы на поле сага, чтобы пересадить их в свои сады. Спешит толпа на поле сага, чтоб с корнем выкопать цветы. Не плачь, цветок, аминаэси, родную землю покидая, напрасным страхом не томись. Девятый месяц года, дом, возле которого во множестве цветут белые хризантемы. Ах, раньше времени выпал в этом году первый снег. Так верно думают люди, приметив возле плетня белые хризантемы. Десятый месяц года, путник, идущий по горной тропе, остановился и смотрит, как облетают алые листья клена. Поздние осенние порою облетают на горном пути алые листья клена. Я готов об их красоте говорить до скончания века. Двенадцатый месяц года женщина печально смотрит из окна дома на дорогу, тонущую в глубоком снегу. Как густо сыплет снег, высокие сугробы наметая, заносят все пути. Ах, верно, в горную деревню уж не придет никто. Пятый месяц года. В пятый день пятого месяца года справляли сезонный праздник танго, а ныне праздник мальчиков. Края кровли с магической целью украшали ирисом. Шестой месяц года в этот месяц справляли синтаистский обряд очищения от грехов, омывая себя водой реки. Бессмертный образ твой пожелание долголетия тому, кому адресовано стихотворение. Седьмой месяц года 7 числа седьмого месяца в Японии справлялся праздник встречи двух звезд. Танабата Согласно легенде две звезды в Ла-Пас и Ткачиха Вега и Алтаир разделенные небесной рекой Млечным путем в эту ночь встречаются друг с другом единственный раз в году. Я готов об их красоте. По недосмотру переписчика танки десятого и одиннадцатого месяцев соединены в одну. ДОРОЖНЫЙ ПОСОХ Молился я, срезая этот посох, чтоб на холме восьмидесятилетий тебе опорой он служил, так пусть же он дойти тебе поможет до высочайшей из вершин. Было устроено катание по зеркальной глади большого озера на лодках, носы которых были украшены резными изображениями дракона и сказочной водяной птицы. На лодках сидели музыканты, увеселяя слух своей музыкой. Высших сановников и придворных собралось столько, что не для всех нашлось место. Сам левый министр почтил праздник своим присутствием и пожаловал гостям бесчисленные подарки. От государыни старшей сестры Митейори тоже были присланы дары десять платьев, а от Куродо мужа второй сестры роскошные одежды и еще много других ценных вещей. Все придворные дамы святой императрицы и другие дворцовые прислужницы явились в Сан-Дзё-Доно полюбоваться великолепным зрелищем. Близнь, казалось, оставила старика Тюнагона, так он был счастлив. Празднество длилось несколько дней. Когда же поздно вечером оно закончилось, все гости разошлись, и не было среди них ни одного, кто не получил бы в подарок нарядную одежду, а особом высокого ранга преподнесли еще и другие дары. Левый министр подарил старику двух отличных коней и две прославленные на весь свет старинные цитры, а людям из свита Тюнагона пожаловал каждому соответственно его званию либо одежду, либо сверток шелковой ткани. Погостив несколько дней во дворце Сан-Дзё-Дона, Тюнагон Минамото воротился к себе домой со всей своей семьей. Отикубо была полна признательности к своему мужу за то, что он доставил столько радости ее старику отцу. Митиори тоже был очень доволен успехом своего замысла. Часть четвертая День отодня Тюнагон слабел все больше. Тревожась о нем, Митиори повелел, чтобы повсюду в храмах молились о его выздоровлении. К чему это теперь, сказал старик. Я оставил мысли о мирском и приготовился к переходу в лучший мир. Зачем утруждать людей, заставляя их молиться о том, кому уже не помочь. Вскоре он почувствовал приближение к концу. Ах, дни мои уже сочтены, а хотелось бы еще немного пожить на свете. Безусые юнцы, мальчишки, только-только вступившие на служебное поприще, обогнали меня в чинах и званиях. Вот что меня гнетет. Зять мой начальник левой гвардии в великой чести у нынешнего государя. Я надеялся, что он испросит для меня монаршую милость. Если я сейчас умру, то уж не быть мне дай нагоном. Только об этом одном я и жалею. А иначе о чем бы мне печалиться? Ведь можно сказать, ни один старик не удостоился таких наград, какие выпали мне при жизни, и, твердо верю, ждут меня после смерти. Когда метеоре передали эти слова, он проникся глубокой жалостью к старику. Отикубо стала упрашивать мужа, постарайся, чтобы отца моего возвели в звание дайнагона. Если он побудет дайнагоном хоть один день, то сбудется все, о чем он мечтал в жизни. Метеоре и самому этого очень хотелось, но свободной должности дайнагона как назло не было, нельзя же насильно отнять у кого-нибудь это звание. Ну, что же, решил он, уступлю старику свое собственное, и тот чуже отправился к своему отцу. Вот что я намерен сделать, сообщил он ему о своем решении. У меня много маленьких детей, но старик мой тесть уже не доживет до того времени, когда внуки его вырастут и смогут позаботиться о нем. Ему хочется стать дайнагоном, и я решил уступить ему свое звание. Какова на это будет ваша отцовская воля? Почему ты думаешь, что я буду против? Я очень рад. Постарайся, чтобы государь как можно скорее отдал указ о возведении твоего тестя в этот чин, а для тебя самого безразлично, дай нагон ты или нет. Левый министр говорил так, зная милость государя к своему сыну. Метеоре был очень обрадован словами отца и скорой спросил у императора желанный указ. Когда весть об этом дошла до ушей старика, то он заплакал счастливыми слезами. Да, можно сказать, что, доставив такую радость своему отцу, Оти Кубо совершила один из тех похвальных поступков, которые не остаются без награды ни в этой, ни в будущей жизни. В приливе счастья вновь назначенный Дай Нагон нашел в себе силы подняться с постели. Срок каждой жизни предопределен свыше. Но, зная это, Дай Нагон Минамото все же повелел возносить моления о своем здравии и сам горячо молился богам и Буддам, чтобы они продлили его жизнь. Старик немного оправился, снова воспрянул духом и даже решил отправиться в императорский дворец, чтобы поблагодарить государя за его милость. Был избран счастливый день для этого посещения, но на всякий случай в предвидении близкой смерти старик позаботился сделать последнее распоряжение. Семеро детей прижито у меня от моей жены, но кто из них так порадовал меня в этой жизни, кто из них так заботился о спасении моей души, как дочь моя отекубо. Все мои несчастья посетили меня за то, что я когда-то обидел ее мою драгоценную дочь, божество в человеческом образе. В доме у меня несколько зятьев, но все они только приносят мне лишние заботы. Мало этого, младший мой зять такой жалкий урод, что людей стыдно. Как можно сравнить с ним супруга отекубо? Ни самой малой крупицы своего добра не истратил я на него, а он согрел мою старость. При этой мысли мне так совестно делается, что и сказать не могу. Когда не станет меня, сыновья мои и дочери, не забывайте его благодеяний, будьте всегда ему верны, вот вам мой последний завет. Было видно, что слова эти идут от самого сердца. Китано Ката почувствовала черную ненависть к мужу. Хоть бы отправился скорее на тот свет, думала она в душе. Настал день, назначенный для посещения императорского дворца. Дайнагон Минамото первым делом наведался в полном парадном одеянии во дворец зятя своего Метеори и как раз застал его дома. Когда старик собирался сделать церемониальный поклон, зять остановил его. Что вы, зачем эти знаки почтения? А я даже к самому императору не питаю такого почтения, как к вам, ответил старик. В моих глазах вы самый лучший, самый благородный человек на свете. Я уже не смогу при моей жизни отблагодарить вас за вашу доброту, но после моей смерти дух мой станет хранить вас. Выйдя от своего зятя, новый Дайнагон отправился благодарить императора и в честь этого счастливого случая роздал служилым людям подарки, сколько следует по обычаю. И старик, словно покончив на этом все свои земные дела, возвратился домой, снова лег в постель и стал быстро угасать. «Все мои желания исполнились», повторял он, «отныне ничто больше не привязывает меня к этому миру. Теперь и умирать можно». При этом печальном известии Оти Кубо поспешила к своему отцу. Старик был очень тронут и обрадован ее приходом. Все пятеро дочерей Дайнагона собрались вокруг его ложа, чтобы ухаживать за больным отцом, но он соглашался принимать питье и пищу только из рук одной Оти Кубо. Только ее одну он был рад видеть возле своего изголовья, а на прочих дочерей и глядеть не хотел. Чувствуя, что близится его смертный час, Дайнагон Минамото подумал, «Между сыновьями моими нет настоящей братской дружбы, да и дочери мои живут не в ладу. Если я сам не назначу каждому из них определенную долю наследства, то после моей смерти пойдут в семье ссоры и раздоры». Он призвал к себе старшего своего сына Каго Цуми и велел ему принести дарственные бумаги на владение поместьями, а также пояса, украшенные драгоценными камнями, и разделить их между братьями и сестрами, но при этом все самое ценное старик откладывал в сторону для Отти Кубо. Пусть прочие мои дети не завидуют, все они честно выполнили свой долг сыновнего служения отцу, но лучшую долю наследства всегда полагается оставлять тому из детей, кто занял в свете самое высокое положение. Многие годы вы пользовались моими заботами, разве это одно не стоит благодарности? Старик говорил так убедительно, что дети согласились с ним. Дом наш уже очень обветшал, но земли при нем много, да и место хорошее, сказал он и решил оставить дом Отти Кубо. Этого уже мачеха не могла вынести и заплакала на взрыд. Быть может, ты и прав, но как же мне не обижаться на тебя? С самых моих юных дней я была тебе любящей женой, я служила тебе верной опорой в старости, семерых детей мы вместе прижили, почему же ты не хочешь оставить этот дом мне в наследство? Это несправедливо. Уж не собираешься ли ты отвергнуть собственных детей, обвинив их в сыновней непочтительности? Любящие отцы так не поступают, а больше всего тревожатся о судьбе тех детей, которым в жизни не повезло. Господину начальнику левой гвардии наш дом не нужен, он и без него прекрасно обойдется. Твой сановный зять, если захочет, может возвести себе великолепные хоромы, хватит с него, что мы за свой счет выстроили для него прекрасный, как яшма дворец, Сан-Дзё-Доно. О сыновьях я не беспокоюсь, они и без собственного дома не пропадут, ни у одной из наших двух старших замужних дочерей нет собственного дома. Хорошо, пускай обойдутся как-нибудь, но куда мне идти на старости лет с моими двумя младшими дочерьми, когда нас отсюда выгонят? Не прикажешь ли нам с протянутой рукой просить подаяния на большой дороге? Я не бросаю своих детей на произвол судьбы, ответил старик на ее жалобы, если дети мои не получат в наследство роскошный дом, это еще не значит, что им придется просить милостыню на большой на тебя возлагаю заботы о твоей матери, замени ей меня, а дворец Сан-Зио-Доно бесспорно собственность о Тикубо, господин ее супруг сочтет меня слабовольным человеком, если после всей его доброты ко мне я не оставлю ему в наследство ничего хоть маломальски ценного, что бы ты ни говорила, а этого дома я тебе не оставлю, не терзай же напрасными жалобами больного, который вот-вот переселится в лучший мир, больше ни слова прошу тебя, ах, как мне тяжко. Китано Ката хотела было снова заспорить с мужем, но дети окружили ее, стали унимать, успокаивать, и она нехотя умолкла. Оти Кубо от души пожалела ее и стала уговаривать отца, матушка права, не оставляйте мне ничего, а разделите все, чем владеете, между моими братьями и сестрами. В этом доме они жили долгие годы, нехорошо отдавать его в чужие руки. Прошу вас, завещайте этот дом матушке. Но упрямый старик не стал и слушать, нет, ни за что, я так решил, когда я умру, исполните в точности мою последнюю волю. Свои великолепные пояса с драгоценными камнями, все, сколько их было, он оставил в наследство одному мити-йоре. Кагадзуми в душе был этим несколько недоволен, но не решился оспаривать права дочери, которая лучше всех умела утешить родительское горе, и предоставил отцу разделить свое имущество так, как тому хотелось. Все свои надежды старик возлагал на одну отекубу, она наполняла светом его последние дни. «Благодаря тебе я восстановил свою утраченную честь», повторял он без конца, «когда я умру, то оставлю после себя несколько беспомощных женщин, прошу тебя, не покидай их на произвол судьбы, будь им опорой в жизни». «Воля ваша для меня священна», ответила отекубу, «сделаю для них все, что в моих силах». «Спасибо, утешила ты меня». И старик Дайнагон обратился к другим своим дочерям с наставлением. «Дочери мои, слушайтесь во всем госпожу вашу сестру и почитайте ее старшей в семье». Высказав свою последнюю волю, старик стал отходить в мир иной. Все его родные и близкие предались глубокой печали. На седьмой день одиннадцатого месяца Дайнагон скончался. Он был уже в таком преклонном возрасте, когда смерть является естественным уделом человека. Но сознавая это, сыновья и дочери все же так оплакивали его, что со стороны глядеть было жалко. Митиори вместе со своими детьми продолжал жить в Сан-Дзё-Доно, но каждый день появлялся возле дома покойного тестя. Чтобы не осквернить себя близостью смерти, он не входил в дом, а проливал слезы скорби, стоя у дверей. Митиори хотел было взять на себя все хлопоты по устройству похорон, но отец, его левый министр, решительно воспротивился этому. Новый император лишь недавно взошел на престол, не годится тебе надолго отлучаться из дворца. Отикубо со своей стороны тоже была против этого. «Я не хочу брать сюда наших детей», сказала она, «им пришлось бы тоже поститься вместе с нами, а оставлять таких маленьких детей одних, без присмотра отца и матери, значит, не знать ни минуты покоя. Прошу тебя, побудь с ними в Сан-Дзё-Доно, чтобы я могла быть спокойна». Пришлось Митиори остаться у себя дома, он очень тосковал и тосковал лишь иногда играет с детьми, на время забывал о своем одиночестве. «Как быстро угас старик», думал Митиори, «хорошо, что я успел исполнить его заветное желание». Был избран благоприятный день для погребального обряда через два дня после смерти Дайнагона. Похороны состоялись при великом стечении народа, среди присутствующих было много знатнейших сановников государства, как и надеялся покойный Дайнагон, ему воздали после смерти небывалые почести. Вся семья переселилась на время траура в тесный низенький домик, а в опустевших покоях дворца многочисленный клир возглашал день и ночь за упокойные молитвы. Митиори приходил каждый день. Не переступая порога дома, он давал нужные указания разным людям. Отикубо была одета в темно-серую траурную одежду, сотканную из коры глицинии. С лица ее сбежали краски от многодневного поста. Митиори сказал ей голосом, полным сердечного сочувствия, «О, слез, поток, река печали!» «Но если и моя печаль с потоком слез твоих сольется, вместят ли рукава твои озера наших слез и скорби?» Отикубо молвила в ответ, «От горячих потоков слез рукава истлели мои, шлю судьбе жестокой укоры, оттого из жесткой коры соткан траурный мой наряд». Они продолжали видеться издали, только пока не окончились тридцать дней траура. «Вернись к нам скорее», стал просить Митиори, «Дети заждались тебя». «О, нет, потерпите еще немного, я вернусь только после того, как истекут все сорок девять поминальных дней». Буддийские заупокойные молитвы читаются в течение сорока девяти дней после смерти. Дом покойника считается, согласно японской национальной религии синто, оскверненным в течение одного месяца. Митиори поневоле стал проводить все ночи в доме покойного тестя, так сильно он стосковался в разлуке с Оте-Кубо. Быстро летело время. Скоро настал последний сорок девятый день. Митиори пожелал, чтобы усопшего помянули в этот день особенно торжественно. Все родные и близкие Дайнагона приняли участие в этом печальном торжестве, каждый соответственно своему рангу. Великолепная была церемония. Когда заупокойные службы пришли к концу, Митиори сказал своей жене, «Ну, теперь едем домой. Смотри, заживешься здесь, опять тебя запрут в кладовой». Ах, как ты можешь так шутить? Никогда, никогда не говори таких слов. Если матушка тебя услышит, она подумает, что мы не забыли прошлого, и начнет, пожалуй, сторониться нас. А я хочу теснее сдружиться с ней, ведь она теперь заняла в семье место покойного отца? Ну, это само собой. К сестрицам своим ты тоже должна относиться с особенной теплотой по-родственному. Услышав, что Митиори с женой возвращаются к себе домой, Кагэдзуми во исполнение воли умершего принес дарственные бумаги на разные поместья и отдал их Митиори, а в придачу к ним несколько поясов, усыпанных драгоценными камнями. Право сущая безделица, но не судите строго, это последний дар покойного отца. Митиори стал рассматривать подарки. Три драгоценных пояса, один из них самый лучший, он сам когда-то преподнес своему тестью бумаги на землю, план дома. Видно, это была самая лучшая часть наследства. Хорошие поместья были у твоего отца, сказал он Оти Кубо, но почему же он не оставил свой дворец в наследство жене или дочерям? Разве был у него другой? О, нет, другого не было, вся семья жила здесь долгие годы. Откажись от этого дома, прошу тебя, отдай его матушке. Хорошо, согласен, тебе он не нужен, ведь ты живешь у меня, а если ты примешь этот дар, все твои родные еще, пожалуй, возненавидят тебя смертельной ненавистью. Посоветовавшись с женой, Метьиори позвал Кагэдзуми и сказал ему, смеясь, вы, наверное, посвящены во все подробности дела, с какой стати ваш покойный отец завещал нам так много, может быть, вы уступаете нам большую часть наследства просто из желания угодить влиятельной семье? Нет, что вы! Мой отец в предчустии близкой смерти сам распорядился своим наследством, я только выполняю его волю. Право, он утруждал себя понапрасну, как я могу отнять у вас ваш родной дом? Я отказываюсь от него. Пусть им владеет ваша матушка, эти два пояса оставьте для себя и Сабуро. Я возьму только бумагу на землю в провинции Мино и вот этот пояс. Отказаться от всего значило бы неуважительно отнестись к добрым чувствам покойного отца. Как-то неловко выходит, ведь если бы даже батюшка сам не назначил вам этой доли, она все равно полагалась бы вам по праву при разделе наследства, а тем более, если такова воля покойного, не следует ей противиться, ведь все прочие дети тоже получат свое, каждый понемногу отнекивался Кагадзуми. Не говорите пустого, если бы я потребовал с вас лишнего, вот тогда стоило бы спорить со мной. Жена моя, можно считать, получила завещанный ей дар, ведь отец выразил свою любовь к ней, а это самое драгоценное. Пока я жив, у моей жены ни в чем не будет недостатка, а умру я, будет кому о ней заботиться, у нас ведь трое детей, но, как я слышал, сестры ваши, санно кими и си но кими остались одни на свете, я готов взять заботы о них на себя, отдайте им нашу долю наследства, а что до старших сестер, я позабочусь о хороших местах для их мужей. Кагадзуми почтительно выразил свою радость. «Пойду сообщу ваше решение моим родным», поднялся он с места. «Если они захотят возвратить мне эти вещи, то, пожалуйста, не приносите их обратно, повторять одно и то же, какая скука», сказал Митя Йори. «Но, может быть, этот пояс мог бы носить кто-нибудь в вашей семье, у вас есть братья, пожалуйста, отдайте его кому-нибудь из них». «Если мне самому понадобится в будущем этот пояс, я попрошу его у вас». «А при чем тут посторонние люди?» И он заставил Кагадзуми взять пояс обратно. Тот поспешил сообщить волю Митя Йори своей матушке и сестрам. Кита Ноката сделала вид, что очень довольна. «Вот хорошо, мне было бы жалко терять этот дом». Но на самом деле ей была невыносима мысль, что Оти Кубо дарит ей из милости ее же собственный дом. Эта Оти Кубо нарочно все подстроила проклятое, вдруг сорвалось у нее с языка. Кагадзуми вышел из себя. Вы в своем уме, матушка? Вспомните, сколько зла вы причинили ей в прошлом. Как вы можете говорить такие слова? Или вы задумали всех нас погубить? Сколько горечи должно было накопиться в сердце у бедняжки, когда вы так жестоко ее преследовали? И чем же она отплатила вам? Только добром. А вы не чувствуете к ней ни малейшей еще клянете ее во всеуслышание? Можно ли вести себя так безумно? Только и слышно «Оти Кубо! Оти Кубо!» Эта мерзкая кличка просто с языка у вас не сходит. Что если сестрица узнает об этом? А чем я ей обязана? Что она подарила мне мой собственный дом? Да и то она сделала это не ради меня, а из любви к покойному сказала по старой памяти «Оти Кубо!» «Так ты уже считаешь меня безумной!» Сердца у вас нет, вот что воскликнул с досадой Кагадзуми. «Вы думаете, что она не оказала вам никакой милости? Ваше дело! Но скажите, разве не ее супругу, младший мой брат, обязан своим возвышением на службе? Сам я стал управителем в таком знатном семействе, а по чьей милости выпала мне эта честь? Вот каких благодеяний удостоились мы за короткое время! Все ваши сыновья получили хорошие должности только благодаря покровительству ее супруга, а если бы он принял в наследство этот дом, не посчитавшись с вами, куда бы вы отсюда пошли? Вот о чем подумаете хорошенько! Когда опомнитесь немного, так сами увидите, что радоваться должны своему счастью. Я сын ваш Кагэдзуми получаю, конечно, небольшой доход как правитель области, но ведь я должен в первую очередь позаботиться о своей жене, матери я помогать не в состоянии, выходит, особо заботливым сыном меня не назовешь. Вот видите, в наше время даже родные дети не слишком топекутся о своих родителях, а зять ваш только и думает, как вам помочь, вы бы должны быть счастливы. Долго старался он убедить свою мать всякими доводами, и та, наконец, как будто согласилась с ним. Какой же ответ мне передать нашему зятю, спросил у нее Кагэдзуми. Уж и сама не знаю, только успею слово сказать, как его сейчас же перетолкуют, такой крик поднимут, что оглушат. Ты у меня человек умный, понимаешь, что к чему сам и решаешь, что ответить. Ведь я не с чужим человеком, говорю, с досадой сказал Кагэдзуми. Вам же добра желаю. Если господин начальник левой гвардии берет на себя заботы о вашей судьбе и судьбе санно кими и си но кими, так единственно потому, что его супруга этого согласитесь, что такой пример родственной любви редкость в наши дни. Может быть, господин зятина обещал мне золотые горы, но сбудется ли это? А что я получила на деле? Жалкие крохи от наследства, сущую безделицу, земельный надел в провинции Тамба, который не приносит и одного то рису в год, да еще поместье Вэттю, далеко от столицы, попробуй оттуда, что-нибудь привезти. А муж Накано Кими получил поместье в триста с лишним коку дохода. Это ты, как Эдзуми так распорядился, выбрал для меня самые далекие плохие земли, стала упрекать своего старшего сына Кита Ноката, хотя в разделе наследства принимали участие и все другие дети Тюнагона. То мера емкости равная восемнадцати литрам, коку мера емкости для сыпучих тел равная ста восьмидесяти литрам. Что вы говорите, матушка? Разве мы позволили бы обидеть вас, будь это правдой? Заговорили наперебой ее сыновья и дочери. Члены одной семьи должны помогать друг другу. Как может родная мать так жадничать? Все мы очень благодарны нашей сестрице. Ах, да замолчите вы, вскинулась на них Кита Ноката. Вас не перекричишь. Ополчились все на одну. Вы, бедняки, вот и присмыкаетесь перед богачом. В эту минуту вошел Сабуро. Слова матери его возмутили. Неправда. Благородный человек в бедности сохраняет красоту своей души, сказал он. Когда госпожа сестрица жила в нашем доме, слышал ли кто-нибудь от нее хоть одно единое слово жалобы? Вы, матушка, столько раз несправедливо бронили сестрицу, а она всегда вас слушалась. Все говорили про нее, какая кроткая. Разве сами вы, матушка, не говорили того же? Ах, так заплакала Кита Ноката, и ты на меня. Лучше мне умереть, все мои дети ненавидят меня, попрекают, возводят на меня напраслину, умру, грех вам будет. Какие страшные слова, лучше прекратить этот разговор. Оба сына встали и направились к выходу. Старуха вдруг опомнилась. Стойте, стойте, куда вы? А ответ насчет дома? Надо же передать зятю ответ от меня. Но они ушли, сделав вид, будто не слышат. Сабуро сказал брату, вздорная у нас мать и недобрая, как это печально. Надо молить богов и будд, чтобы они смягчили ее сердце, а нам эти молитвы зачтутся на небесах. Посоветовавшись между собой, братья решили вернуть Метеоре бумагу на право владения отцовским дворцом. Увидев, что Кагадзуми уносит с собой эту бумагу, Китана Ката испугалась, как бы он в самом деле ее не отдал. «Куда ты? Вернись, отдай мне бумагу», позвала она сына назад. «Бумагу отдай». А глупости отмахнулся тот. «Такой важный документ, а вы то отдай его назад, то подай мне сюда, сами не знаете, чего хотите». Возвращая бумагу Метеоре, Кагадзуми сказал ему, «Мы очень благодарны вам за вашу доброту. Наша семья теперь возлагает все свои надежды только на вас одного. Вы вернули нам дарственные бумаги на поместье. Мы хотели бы отказаться от них, чтобы исполнить волю покойного отца, однако не решились противиться вашему желанию и принимаем ваш щедрый дар, но покойный отец особенно заботился о том, чтобы дворец его достался именно вам. Просим вас непременно принять эту бумагу в память нашего отца». Митиори ответил на эти слова, «О, нет, напротив, дух покойного Дайнагона не найдет себе покоя, если этот дом попадет в чужие руки. Пусть Китано-Ката доживет в нем остаток своей жизни, а после нее он перейдет к ее дочерям Санно-Кими и Синно-Кими. Возьмите эту бумагу обратно». И, отказавшись от нее, возвратился вместе со своей семьей в Сан-Дзё-Доно. Прощаясь перед отъездом с мачехой и сестрами, Отикуба сказала, «Скоро я опять побываю здесь, и вы навещаете меня. Я буду заботиться о вас вместо покойного отца. Просите у меня без стеснения все, что нужно, ведь я не чужая вам». После этого она почти каждый день стала присылать своим сестрам модные красивые вещи, а мачехи полезные предметы обихода. Даже во времена покойного Дайнагона они не видели таких богатых подарков. Понемногу мачеха начала ценить доброту Отикуба. «Детей у меня много», думала она, «но сыновья мои не очень-то радеют о матери, и только одна падчерица по-настоящему заботиться обо мне и моих дочерях». Тем временем старый год пришел к концу. Во время новогоднего производства в чины и звания отец Митиори удостоился высшей милости, он был назначен главным министром, а Митиори стал вместо него левым министром. Муж Накано Кими был очень беден, он обратился за покровительством Коти Кубо и получил доходную должность правителя области Мино. Срок службы Кагадзуми в провинции уже истек, но благодаря заступничеству сестры он без труда получил новый пост правителя области Харима под тем предлогом, что очень хорошо исполнял свою прежнюю должность. Сабуро тоже не был забыт, ему дали звание начальника гвардии. Братья собрались у своей матери и с радостью стали говорить о том, какими милостями осыпала их о Тикубо. И как с ее помощью они возвысились в свете. Ну как, матушка, вы опять будете повторять, что ничем не обязана своей падчерице? Хоть теперь-то вы перестанете болтать про нее все, что в голову взбредет, говорили, посмеиваясь братья. Чувствуя правоту их слов, Китано-ката наконец обломала рога своего сердца. В самом деле вся семья ее вдруг оказалась в большом фаворе. Многие даже стали роптать. В этом году счастье улыбнулось только одной семье. Лишь сыновья и зятья покойного Дайнагона Минамото удостоились наград, другие ничего не получили. Митиори не обращал внимания на подобные пересуды. Вся полнота власти в стране была сосредоточена по существу в его руках. Даже главный министр не предпринимал ни одного государственного дела, не посоветовавшись сперва со своим сыном. Если сын говорил ему «такая-то и такая мера никуда не годится», то главный министр немедленно отказывался от нее, не считаясь собственным мнением. И наоборот, если ему что-нибудь было не по душе, но Митиори упорно советовал это, то главный министр всегда уступал ему, поэтому производство в чины от самых высших вплоть до самых низших зависело только от доброй воли одного Митиори. Как родной дядя императора он пользовался его особой милостью, блистал талантами и, несмотря на свои юные годы, уже носил высокий чин левого министра. Кто в стране посмел бы противиться его воле? Главный министр до такой степени попал во власть своей безграничной любви к сыну, что даже испытывал перед ним робость. Отец и сын словно поменялись местами. В свете быстро это заметили. «Лучше идти с просьбой к левому министру, чем к его отцу. От сына скорее добьешься толку», говорили люди. Все, кто только хотел и спросить какой-нибудь милости, обращались именно к Митиори, и в доме его всегда толклось много посетителей. Когда муж Накано Кими собрался ехать к месту своей новой службы, Отец Кубо послала ему много прощальных подарков. Сам Митиори тоже особенно благоволил к этому родственнику своей жены, потому что в бытность свою управителем в Сан-Дзё-Доно он лучше всех других исправлял свою должность. Пожаловав ему на прощание коня с седлом, Митиори напутствовал его такими словами. «Я оказал вам покровительство, потому что замолвила за вас словечко, постарайтесь же на новом месте оправдать мое доверие к вам. Если до меня дойдут слухи, что вы нерадивы относитесь к своим обязанностям, то больше ничего от меня не ждите». Муж Накано Кими почтительно выслушал это напутствие, радуясь тому, что судьба послала ему такого влиятельного покровителя. Вернувшись домой, он сказал жене, «На прощание господин левый министр наказал мне ревностно исполнять мою службу. Вся наша судьба зависит только от его милости». Накано Кими разделяла радость мужа. Митиори не забыл и о прочих сестрах. «Как бы мне хотелось найти хороших мужей для Санно Кими и Сино Кими», все время повторял он, «но сколько я не ищу подходящих не находится». Кита Наката с дочерьми получили от него столько летних и зимних платьев, сколько и при жизни Дайнагона у них никогда не было. Даже вечно всем недовольной мачехе не на что было жаловаться. Отти Кубо родила мужу нескольких сыновей. Не буду описывать, как радовались родители, когда наступало время надеть на одного из них в первый раз хакама. Согласно старинному обряду, на мальчика в первый раз надевали шаровара хакама, когда ему исполнялось три года, или в более позднюю эпоху пять-семь лет. Старший сын Таро был неполитам, рослым и умным мальчиком. Как только ему исполнилось десять лет, Метьиори подумал, что, пожалуй, он и в императорском дворце не посрамит себя, и включил его в число отроков, приучавшихся к дворцовой службе в свите наследника престола. Имя Таро по японскому обычаю дается старшему сыну, имя Дзиро второму. Мальчик уже умел читать трудные китайские книги и был очень даровит от природы. Юный император заметил его и сделал товарищем своих забав. Он так полюбил мальчика, что, когда играл на многоствольной флейте, то и его учил этому искусству. По всем этим причинам Метьиори любил старшего сына больше всех остальных своих детей. Второму его сыну Дзиро, который рос в доме своего деда, главного министра, исполнилось к этому времени девять лет. Он по-детски позавидовал успехам своего брата. Я тоже хочу идти служить во дворец. Дед души не чаял в мальчике. «Что же ты до сих пор молчал?» воскликнул он и тотчас же определил внука во дворец. «Не рано дзиро дзиро еще так мал сомнением сказал метеори. Ничего подобного. Он куда смышленее старшего упорствовал дед. Метеори посмеялся над его горячностью и не стал спорить. Деду этого показалось мало. Он отправился к самому императору. «Прошу для моего второго внука вашей особой благосклонности. Этот мальчик для меня дороже зницы ока. Он будет служить вам лучше. Своего брата стал просить главный министр императора. И дома тоже старик повторял «Считайте дзиро старшим из моих внуков». Поэтому мальчику дали в семье шутливую кличку младший Таро. Старшей девочке исполнилось восемь лет. Она отличалась такой восхитительной красотой, что родители берегли ее как величайшую драгоценность. Были в семье и еще двое детей. Девочка шести лет и мальчик четырех лет. Вскоре ожидалось и еще одно счастливое событие. Неудивительно, что Митиори так любил свою жену, подарившую ему столько прелестных детей. В том же году старику главному министру исполнилось шестьдесят лет. Митиори устроил по этому случаю великолепный пир в самом новом вкусе. Предоставляю это воображению читателей. Оба старших внука приняли участие в плясках. Ни один из них не уступал другому в искусстве танца. И дед любовался на них, проливая слезы радости. Все хвалили Митиори за то, что он не пропустил случая почтить, как должно, своего отца. Добрая слава о нем еще более возросла. Наступила первая годовщина со дня смерти Дайна Гона Минамото. Только тогда Отикубо сняла с себя траурную одежду. Сыновья его, столь преуспевшие в жизни за это короткое время, тоже сполна отдали последний долг памяти своего отца. Митиори хотел как можно скорее выдать замуж Санно Кими и Сино Кими. Он уже начал отчаиваться найти им женихов, как вдруг до него дошло известие, что наместник Дадзайфу перед самым отъездом из столицы потерял свою жену, по слухам это был человек высоких достоинств. Дадзайфу западная область страны, включавшая в себя остров Кюсю. Вот кто мне нужен, подумал Митиори и, повстречавшись с наместником, даже в императорском дворце не постеснялся завести разговор о новой женитьбе. Что я не прочь, охотно согласился наместник. Наконец-то я сыскал достойного жениха, сказал, вернувшись домой Митиори, он хороший человек и в большом чине, которую же из сестер сосватать ему санно кими или сино кими. На это воля твоя, ответила Оти Кубо, но я бы хотела, чтоб он достался в мужья сино кими, вспомни, как ее несчастную обидели, ах, если б ей наконец улыбнуло счастье. Наместник в конце этого месяца уезжает в Дадзайфу, надо торопиться. Спроси матушку, согласна ли она, если она даст свое согласие, то, не теряя времени, отпразднуем свадьбу в моем дворце. В письме всего не напишешь, но если я сама поеду к матушке поговорить с нею, то это вызовет шумные толки, лучше пригласить в наш дом одного из моих братьев. На следующий день Оти Кубо вызвала к себе Сабуро и сообщила ему, я сама хотела приехать к вам, чтобы переговорить об одном важном деле, но побоялась преждевременной огласки. Выслушай меня и посоветуй, как быть. Мой муж сказал мне, жизнь одинокой женщины не лишена известной приятности, но кто знает, что может случиться в будущем. Для Сино Кими сыскался прекрасный жених. Если твои родные не будут против, я приглашу Сино Кими к нам в дом и позабочусь о ее судьбе. Я могу только выразить свою благодарность, ответил Сабуро. Мы в любом случае не решились бы отказать такому свату, а тем более, если представилась блестящая партия. Поспешу обрадовать матушку. Сабуро отправился к госпоже из северных покоев и сообщил ей, вот что сказала госпожа сестрица, это большое счастье для Сино Кими. Если такой могущественный человек, как левый министр, выдает замуж Сино Кими из своего дома, словно родную дочь, то ни один жених, хотя бы самый знатный, не посмеет пренебречь ею. В свете издеваются над Сино Кими из-за беломордого конька, верно зять наш задумал смыть с нее этот позор. Жениху сорок лет с лишним, он занимает высокое положение, сам отец, будь он жив, не нашел бы никого лучше. Уж и не знаю, как благодарить левого министра. Пусть Сино Кими сейчас же едет в Сан-Дзё-Доно, нечего мешкать. У меня была душа не на месте, как подумаю, что станется с Сино Кими после моей смерти, ответила Кита Ноката. Уж я, кажется, обрадовалась бы, если бы ее взял в жены самый простой провинциальный чинуша. А ты говоришь, что жених знатный сановник, вот это удача. Спасибо зятю за его заботу. Я благодарна ему гораздо больше, чем своей падчерице. Но ведь он осыпает нас милостями только из любви к своей жене. Она часто просит его, если любишь меня, то помоги выйти в люди моим братьям, не забудь и моих сестер, потому-то нам и улыбнулось счастье, мы ничтожные, мои братья и я только и думаем, как бы завести роман с какой-нибудь красоткой, а зять наш на вершине могущества и власти ведет себя так, будто в целом мире нет другой женщины, кроме его супруги. Во дворце счету нет красивым дамам, а он никогда не пошутит с ними, не бросит на них ни одного взгляда, все ночи он проводит дома. Чуть освободится от дел, тотчас же торопится к своей жене. Вот образец верной супружеской любви, но довольно об этом. Узнаете у сестры, согласна ли она. «Позовите сюда мою младшую дочь», приказала Китаноката служанкам. «Господин левый министр сосватал тебе хорошего жениха», сообщила она дочери. «Для тебя смеянные всеми, опозоренные это большое счастье, так считаем мы, твои родные, но скажи, что ты сама об этом думаешь». Сино Кими залилась румянцем. «Я бы рада, но, верно, он не знает правды обо мне, если б он только слышал про мой позор, как я могу выйти за него замуж? Мне будет стыдно перед ним, да и мужа сестрицы, я в отплату за его добро осрамлю перед целым светом. Нет уж мне несчастная одна дорога в монахине. Еще пока матушка жива, я останусь в миру, чтобы за ее доброту к моему бедному ребенку, а уж потом...» Исина Киме залилась слезами, у Сабуро из сочувствия тоже брызнули слезы из глаз. «Ах, не говори таких зловещих слов!» закричала Китано Като, «С чего ты собралась в монахине?» «Как поживешь хоть немного в богатстве и почестях, так в свете не то заговорят. Все будут завидовать твоему счастью. послушайся меня, прими это предложение. О чем тут долго думать?» «Так что же мне сказать в ответ?» спросил Сабуро. «Ты видишь, она ломается, но я со своей стороны считаю, что ничего лучшего для нее и придумать нельзя. Ты уж сам решай, как лучше ответить». «Хорошо», сказал Сабуро и отправился в Сан-Дзио-Доно. Когда Оти Кубо узнала о сомнениях Сино Киме, она от души ее пожалела. Не мудрено, что у нее такие опасения, но вы, братец, развейте их, научите ее смотреть на вещи более здраво, ведь в жизни еще и не то бывает. Нет числа печальным примером». Мити Йори со своей стороны сказал Сабуро, «Главное, чтобы ваша матушка согласна была, сыграем свадьбу, не слушая отговорок с невесты. Наместник уезжает в конце этого месяца и просит нас поторопиться со свадьбой. Скорее привезите Синокими сюда». Посмотрели в календарь и нашли, что счастливый день в этом месяце приходится на седьмое число. «Какие еще могут быть препятствия?» думал Мити Йори. «Парадное платье для прислужниц давно уже готово, свадьбу можно сыграть в западном павильоне и сейчас же приказал отделать его заново. «Доставьте скорее Синокими ко мне во дворец», послал он приказ ее родным. Все в доме, начиная с госпожи из северных покоев, принялись собирать Синокими в дорогу, но она все медлила, все тянуло с отъездом, опечаленное тем, что ее преневоливают к новому замужеству. «Как это можно не поехать, если господин министр приказал, ужасались окружающие, своевольная упрямица?» Наконец, Синокими усадили в экипаж. Ее сопровождала небольшая свита, две взрослые прислужницы и одна малолетняя. Дочери Синокими уже исполнилось к этому времени десять лет. Она была очень мила с собой и совсем не походила на своего уродливого отца. Девочка непременно хотела поехать вместе с матерью, пришлось ее удерживать силой, и Синокими пролила много слез, расставаясь со своей любимой дочуркой. Метеори, нетерпеливо ожидавший приезда Синокими, тотчас же принял ее и начал беседовать с ней, но она смущалась даже больше, чем тогда, когда первый раз выходила замуж и почти не находила слов для ответа. Синокими была еще очень молода, четырнадцати лет она вышла замуж, а в пятнадцать стала матерью, ей только-только исполнилось двадцать пять лет. Отикубо, которая была старше ее на три года и находилась в самом цветущем возрасте, по-матерински заботилась о ней. Наступил день свадьбы, Синокими вместе со своей свитой, перешла в роскошно убранный западный павильон. Отикубо заметила, что прислужница невесты не слишком хорошо одета для такого случая и подарила каждой из них полный парадный наряд. Она позаботилась и о том, чтобы у сестры была многочисленная свита, как полагается иметь знатной даме. Покои невесты поражали своим великолепием. Все родные Синокими собрались в западном павильоне. Перед самым вечером в павильон пожаловал хозяин дома и начал распоряжаться приготовлениями к свадьбе. Брат невесты Сабуро был очень этим польщен. Когда на землю спустились сумерки, появился и сам жених. Сабуро почтительно встретил его у входа. Синокими поняла, что не может дольше отказываться. Против жениха сказать ей было нечего и к тому же сосватал его сам Метеори. Она смирилась со своей судьбой и вышла навстречу своему нареченному. Наместнику невеста понравилась. Он нашел, что у нее красивая внешность и приятные манеры. Жених с невестой повели между собой долгую беседу, но содержание ее не дошло до меня, и я о ней умолчу. На рассвете наместник возвратился к себе домой. Понравилась ли ему Синокими, с тревогой думала о Тикубо. Я знаю немало случаев, когда супружество бывало счастливым, несмотря на то, что жених с невестой не писали друг случая узнать, что у каждого на сердце успокаивал ее метеоре. Нечего опасаться, что наместник неуважительно обойдется со своей женой, но мало хорошего, конечно, если от молодой жены веет холодом, так что страшно к ней подступиться. Когда я впервые начал посылать тебе любовные письма, помнишь? Я, как заправский светский любезник, даже и не знал, что такое настоящая любовь, а просто девушкой. Но после первой нашей встречи все изменилось. С тех пор меня бросало в холод при одной мысли о том, что я мог легкомысленно отказаться от тебя, и мы бы никогда не узнали друг друга. Странно думать об этом, не правда ли? Беседуя между собой таким образом, супруги направились в западный павильон. Синокими еще спала за пологом. Пока Отикубо будила ее, от наместника прибыло послание новобрачной. Метеори повертел письмо в руках. Хотелось бы мне первому взглянуть на него, но, может быть, там написано что-нибудь не для посторонних глаз. Отдайся, Синокими. Пусть прочтет, но потом покажите мне непременно. И с этими словами он сунул письмо за полог. Отикубо передала письмо своей сестре, но та никак не решалась раскрыть его. Позволь, я прочитаю тебе вслух, предложила Отикубо. Синокими замирала от тревоги, вспоминая, какое ужасное, какое оскорбительное письмо прислал ей беломордый конек наутро после их первой встречи. Неужели опять случится то же? Сердце разрывалось у нее в груди от страха. Отикубо начала читать. С чем я могу сравнить думы мои о тебе после любовной встречи? Нет им числа, как песчинкам на берегу морском. Ах, верно, говорится в старой песне, когда же я успел так сильно полюбить тебя? Напиши ему скорее ответ, стала упрашивать сестру Отикубо, но Сина Кими отмалчивалась. Стоя перед задернутым пологом, Метеори громко требовал, чтоб ему тотчас же показали письмо. Отчего тебе так не терпится взглянуть на него? И Отикубо подала письмо мужу. Хо-хо, не слишком-то оно длинное, заметил Метеори. Ну же, не медлите с ответом. И, вернув письмо, приказал немедленно подать Сина Кими тушечницу и бумагу. Сина Кими смутилась при мысли, что Метеори прочтет ее ответное стихотворение и не могла собраться с мыслями, но Отикубо не давала ей покоя. Скорее, скорее, что подумает твой муж? Медлить неприлично. Наконец Сина Кими начала писать, словно в каком-то забытье. Сколько любовных встреч, только, увы, не со мною память твоя хранит. Больше их, чем песчинок на берегу морском. Дайте взглянуть, воскликнул Метеори, я сгораю от любопытства. У него был при этом очень забавный вид. Посланцу наместника вручили письмо Сина Кими, наградив побычу подарком. Наместник собирался 28 числа этого месяца отплыть на корабле в Дадзайфу, значит, он должен был покинуть столицу еще ранее этого срока. Метеори устроил такое великолепное торжество по случаю третьей ночи, словно Сина Кими первый раз выдавали замуж. Муж больше ценит свою жену, если видит, что в родительском доме ее окружают вниманием и заботами, сказал он Оти Кубо. Любовь его от этого возрастает. Позаботься, чтобы у Сина Кими ни в чем не было недостатка. Вникай в каждую мелочь. Раз мы выдаем ее замуж из нашего дома, то стыдно нам было бы отнестись к ней так, словно мы торопимся ее с рук сбыть. Оти Кубо вдруг пришла на память та ночь, когда Метеори впервые посетил ее. Помнишь нашу первую встречу? Что у тебя тогда было в мыслях? спросила она. А Коги так боялась, что ты меня бросишь. Скажи, почему ты, как только увидел меня, сразу полюбил. Метеори лукаво улыбнулся. А Коги боялась, что я брошу тебя. Вот уж напрасно. И он пододвинулся к Оти Кубо поближе. Ты мне стала еще дороже с той самой ночи, когда я услышал, как мачеха оскорбляет тебя. Оти Кубо такая, Оти Кубо сякая. Всю эту ночь до зари я строил планы, как отомстить ей, и я исполнил все, что задумал. Ради моей мести я не пощадил даже бедняжку Сино Кими, вот почему я теперь стараюсь вознаградить ее за прошлое. Мачеха твоя как будто оттаяла, а Кага Дзуми, так тот, видно, человек не глупый и все отлично понимает. — Матушка не раз тепло благодарила нас, ответила Оти Кубо. Только стала смеркаться, как пожаловал наместник. По случаю торжества в честь третьей брачной ночи все его спутники были щедро одарены. Начиная со следующего утра, наместник по обычаю стал возвращаться домой, не таясь от людей, когда солнце уже стояло высоко в небе. Он был красив собой, держался с достоинством. Какое может быть сравнение с беломордым коньком? Близится день моего отъезда, сказал он Сино Кими, а у меня много еще не готово, каждый вечер я спешу сюда, утром тороплюсь обратно, на это уходит много времени, переезжай ко мне в мой дом, там нет хозяйки, а потом поедем вместе в Дадзайфу, выбери прислужниц себе по сердцу и собирайся скорее в дорогу, до отъезда остается только десять дней. Как? испуганно воскликнула Сино Кими, ехать так далеко, покинув всех своих родных? Значит, ты отпускаешь меня одного? Всего несколько дней, как мы женаты, и уже всему конец? Наместник так весело смеялся, что на него было приятно смотреть. В душе он думал, что жена его хоть и очень мила собой, но чего-то в ней не достает, однако не могло быть и речи, чтобы покинуть ее под предлогом скорого отъезда, раз он получил невесту из рук такого знатного человека. «Будь всегда в сердечном согласии со мной, и все будет хорошо», сказал он, и решил немедленно перевести к себе жену. «Вот это всем зятьям взять», сказал смеясь Метеори, умчал с собой жену в мгновение ока, мы и опомниться не успели. Чтобы достойным образом проводить Синокими в ее новый дом, Метеори послал с ней самых достойных слуг, выбрав таких, к которым она уже привыкла. Отбыли в трех экипажах. Служанки из Сан-Дзё-Доно, которых приставили к Синокими, отказались было ехать с нею и начали роптать, не хотим сопровождать чужую госпожу, не наше это дело. Но Отикубо строго сказала им, извольте слушаться, и отправила их с Синокими. Высокое положение в свете не позволяло Отикубо самой сопровождать свою сестру. Служанки в доме наместников сполошились. Новая хозяйка приехала, какова-то она окажется, начнет еще чего доброго обижать детей. Ах, как жаль их маленьких, наверное, капризов от нее не оберешься, ведь, говорят, она своячница нынешнего фаворита. От первой жены у наместника было двое взрослых сыновей, от второй, той, что недавно скончалась, осталось трое детей, девочка в возрасте десяти лет и два мальчика помоложе. Наместник души не чаял своих малыша. Оба старших сына испросили отпуск у императорского двора, чтобы сопровождать своего отца в Дадзайфу. Наместник должен был по случаю своего отъезда раздать много наград разным людям. Он дал Синакиме двести кусков шелка и еще немало кусков цветных тканей с тем, чтобы шить наряды для подарков, но Синакиме не была приучена дома никакой полезной работе. Она расстелила ткани перед собой и только беспомощно глядела на них, не зная, как взяться за дело. С горя Синакиме позвала на помощь свою мать. Мой муж дал мне много кусков шелка, чтобы сшить из них наряды. Что мне делать теперь? Все прислужницы из Сан-Дзё-Дона молоды годами, ни одна не может мне помочь. Навестите меня потихоньку, матушка, мне очень хочется повидаться и с вами, и с моей дочкой. Китаноката позвала к себе Сабуро. Синакиме зовет меня, сегодня ночью я тайком привезу к ней ее дочь, приготовь экипаж. Как вы не прячьтесь от людских глаз, вас наверняка заметят. Не следует Синакиме брать свою дочку с собой, начал возражать Сабуро. Когда Синакиме торжественно тронется в путь, как супруга наместника в сопровождении пышной свиты, ребенок будет только стеснять ее. Я слышал также, что наместник не расстается с собственной дочкой, прелестной девочкой лет десяти. Зачем на первых порах навязывать ему чужую дочь? Впрочем, посоветуйтесь с супругой левого министра. Если она согласна, то поезжайте. Вот уж это лишнее, подумала Китано Ката и разразилась потоком жалоб. Кажется, я имею право подпрощаться с моей дочкой перед долгой разлукой и без соизволения ее светлости. Не смеешь шагу ступить без чужого согласия, вот до чего дошло. Бывало, я приказывала людям, а теперь мною помыкает всякий, кому не лень. Несчастная я, родные дети, моя собственная плоть и кровь, восстают против меня. Сабуро увидел, что Китано Ката опять пришла в неистовство. Как вам не стыдно, матушка? Вам, кроме меня, не с кем было посоветоваться. Я ей высказал свое мнение, а вы на меня так напустились, и скорее убежал. Китано Ката день и ночь твердила о том, как она благодарна своим благодетелям, но снова дал знать себя ее необуздно вспыльчивый нрав. Сабуро поспешил во дворец Коти Кубо и сказал ей, что старуха тайком собралась к своей дочери, но, умолчав о настоящей причине задуманного посещения, добавил только, матушка очень стосковалась по Сино Киме. Как же, как же, это ее любимая дочь, пусть едет к ней поскорее. Но ведь наместник не приглашал к себе матушку, удобно ли ей вдруг ни с того ни с сего явиться к нему в дом незваный. Это верно. Так сделай вот что. Поезжай сам в дом наместника под тем предлогом, что привез Сино Киме письмо от матери и скажи ему, матушка моя стосковалась по Сино Киме, она умоляет отпустить к ней дочь хоть на самое короткое время, чтобы проститься перед долгой разлукой. Чем ближе надвигается день отъезда, тем больше матушка горюет и плачет, ей страшно отпускать свою дочь в далекие края. Пусть Сино Киме побудет с ней последние дни перед разлукой и успокоит материнское сердце. Послушай, что тебе ответит наместник, и сообразно этому поступай. Храните в тайне прошлое сестры, когда наместник увидит маленькую дочку Сино Киме, не говорите ему, кто ее мать. Если же Сино Киме все-таки надумает взять девочку с собой в дадзайфу, то пусть сошлется на дорожную скуку одиночества, тоску по родным. Матушка, мол, посылает к ней эту девочку. Как она умна и проницательна, подумал Сабуро. Есть ли ей равные на свете? А матушка только злится на нее без всякой причины. Вслух он сказал «Прекрасный совет, я так и сделаю». Сабуро было не слишком приятно идти к наместнику с такой просьбой, но он пересилил себя из чувства жалости к своей матери. К счастью, наместник как раз находился в покоях своей жены. «У меня к вам нижайшая просьба», начал Сабуро. «Прошу вас, не стесняйтесь, я вас слушаю», любезно ответил наместник. Сабуро стал говорить так, как его научила Отикубо. «Ах, и мне тоже хотелось бы повидаться с матушкой», присоединила Исино Киме свой голос к просьбе Сабуро. «Я уж вчера говорила мужу, как тоскую по ней». «Но ведь тогда мне опять придется ездить к тебе, это очень сложно и неудобно, проще всего, если твоя матушка пожалует сюда, здесь посторонних нет, вот разве дети, но если дети ей помешают, можно всегда отправить их на время в другое место, мы скоро уедем в дальние края, как же в самом деле тебе не повидаться с родной матерью», сказал наместник. Это было как раз то, чего желал Сабуро. «Да, матушка глаз не осушает от слез, везите же ее сюда скорее, мне бы не хотелось отпускать разгар дорожных сборов. Я тотчас же передам вашу волю матушке», с этими словами Сабуро встал, собираясь уходить. «Ты смотри, хорошенько попроси ее, чтоб она скорее приезжала ко мне», сказала вслед ему Сино Кими. «Постараюсь», и Сабуро поспешил домой. Вернувшись, он увидел свою мать еще во власти гнева со вспухшими на лбу синими жилами. Вид ее был страшен. Сабуро поторопился передать ей весь свой разговор с Оти Кубо. «Дело небольшое, но теперь вы видите, почему ее так любят. Она всегда добра и отзывчива». Китано Ката обрадовалась тому, что может наконец беспрепятственно ехать к своей дочери. «Правда, она посоветовала умно». «Так ты говоришь, Сино Кими зовет меня? Еду, еду сейчас же». «К чему такая поспешность?» «Уже поздно». «Поедете завтра», остановил ее Сабуро. С первыми лучами солнца Китано Ката стала тщательно наряжаться для парадного выезда в дом зятя. Она перебрала все свои платья, но к ее досаде все они показались ей недостаточно хорошими. «Нет нет ли в кладовой чего-нибудь получше?» спросила она. «Но вдруг в эту самую минуту какое счастье из дворца Отти Кубо принесли новый роскошный наряд. Для девочки тоже были присланы красивые платья». «Это для вашей внучки, в дороге ее могут увидеть люди», передал посланец Отти Кубо слова своей госпожи. Мачеху и ту пронила до слез. «Семерых детей я родила, но настоящую заботу о себе вижу только от падчерицы. Я так огорчалась, что внучка моя поедет в старом платье». Под вечер два экипажа тронулись в путь. Синоким радостно встретила мать. Рассказом конца не было. Она нашла, что девочка ее подросла за это время и очень мила в своем новом наряде. «Я все время ломаю голову, под каким предлогом взять ее с собой», говорила она, лаская девочку, но боюсь сказать мужу правду. Вот что посоветовала госпожа супруга Леова министра, сообщила ей Китано Като слова Отти Кубо. «Лучше не придумаешь. И новые платья для меня и твоей дочке тоже она подарила». «Вот видите, какая она добрая. Не поминает прошлого, по-матерински заботится обо мне, прислала в подарок великолепный столовый прибор. Да только ли это одно, платье для моих служанок, занавеси, ширмы. Подумайте, как мне было бы стыдно перед старыми служанками этого дома». «Правда, правда, смотри, не обижай детей своего мужа, береги их пуще собственного детища, если бы я не обижала свою падчерицу, не пришлось бы мне принять столько сраму на старости лет». «Никогда не обижу их матушка», обещала ей Синокими. Новый зять понравился госпоже из северных покоев. Она нашла, что у него внушительный и благородный вид. «Сразу видно настоящего аристократа», думала Китаноката, принимаясь помогать своей дочери. В доме не стихала суета. Все время приходили наниматься новые служанки, глядя на счастье своей сестры, чувствительный Сабуро, со слезами благодарности думал о том, как много сделали для его близких Мити-Йори с женой. Он поторопился известить своего старшего брата Кагэдзуми, который находился на службе в провинции Харима. Господин левый министр выдал замуж сестру нашу Синокими. 28 числа этого месяца она должна отплыть на корабле в страну Цукуси вместе со своим супругом наместником Дадзайфу. Прошу тебя устроить им почетную встречу, когда они будут плыть мимо берегов Харима. Добрый и отзывчивый от природы Кагэдзуми очень обрадовался, узнав о счастливой перемене в судьбе своей сестры. Он поставил всех своих подчиненных на ноги, стараясь устроить наместнику наилучший прием. Между тем, дорожные сборы были в полном разгаре. Служанки из Сан-Дзё-Доно попросили разрешения вернуться обратно, но О-Тикубо послала им строгий приказ «Оставайтесь в доме наместника до его отъезда. Если кто-нибудь из вас захочет, может даже ехать с ними в Цукуси». В этом доме прислужниц не слишком обременяли обязанностями, но новые господа, по их мнению, не шли ни в какое сравнение с господами Сан-Дзё-Доно. Уж если бы мы с самого начала служили наместнику, думали они, пришлось бы, пожалуй, последовать за ними из чувства долга. Но оставить своих любимых господ, оставить Сан-Дзё-Доно, где нам живется как в раю, чтобы поехать в дальний край с незнакомыми людьми, просто безумие. Все отказались наотрез, даже служанки, которых держали для чёрной работы. Согласилась поехать только прислуга наместника, числом более тридцати человек. Пока в доме шли такие приготовления и всё ближе надвигался день отъезда, сёстры Сина-Кими собрались у неё и стали вспоминать старые дни. Одна из них сказала, глядя на разряженных в новой платье прислужниц, «Пожалуй, после супруги левого министра Сина-Кими самая счастливая из нас». Но другая заметила, «А кому обязана Сина-Кими своим замужеством?» На неё упал только отблеск счастья госпожи из дворца Сан-Дзё-Доно. Сина-Кими отправилась проститься с О-Ти-Кубо. Выезд Сина-Кими состоял всего из трёх экипажей, потому что она хотела избежать лишней сумятицы. О-Ти-Кубо сердечно приняла её, но не буду долго распространяться об их беседе. Скажу только, что каждой из женщин, сопровождавших Сина-Кими, были пожалованы богатые подарки. Двадцать вееров отличной работы, перламутровые гребни, белила для лица в лакированных шкатулках. Посылая их, О-Ти-Кубо велела передать от своего имени «Это вам на память обо мне». Прислужницы её с большой радостью вручили эти подарки гостьям. Женщины из свиты Сина-Кими приняли подарки, рассыпаясь в уверениях в своей преданности. Вернувшись домой, они стали шептаться между собой «Мы-то думали, что нет богаче нашего дома, но он не может идти ни в какое сравнение с Сан-Дзё-Доно, вот бы попасть туда на службу». На другое утро пришло письмо от О-Ти-Кубо. «Мне так много хотелось сказать тебе вчера, ведь мы теперь долго не увидимся. Никогда ещё ночь не казалась мне столь короткой. Ах, жизнь человеческая неверна, кто знает, встретимся ли мы вновь. Как белое облако уплывает к далёкой вершине, ты покидаешь родину, и в предчувствии долгой разлуки я невольно роняю слёзы. Посылаю тебе несколько вещиц, полезных в дороге. О-Ти-Кубо прислала два доверху набитых дорожных ящика. В одном были платья и хакама для подарков прислуги, в другом три полных наряда для самой Сино-Кими. На крышке этого ящика лежал большой размером с него самого шёлковый мешок, в котором находилось сто вееров для приношения богам, хранителям путников. Два маленьких ящика предназначались для дочери Сино-Кими. В одном были наряды, а в другом маленький золотой ларчик с белилами, вложенный в шкатулку побольше, красивый ларчик для гребней и ещё много других чудесных вещей. О-Ти-Кубо написала девочке, «Если я и теперь уже грущу в ожидании скорой разлуки с тобой, то, как говорится в одной песне, что ж будет со мною потом, когда к далёким вершинам гор белое облачко улетит. Я всё время думаю о тебе. Грустно тебе уезжать, но ты не вольна остаться. Близок разлуки час, ах, сердце моё готово вдаль лететь за тобой». Увидев подарки, наместник воскликнул, «Ого, как их много! Можно бы и не присылать столько», и щедрой рукой наградил посланцев отикубо. Синокими написала в ответ, «Прихоти ветра покорно, вдаль от родной стороны белое облачко мчится. Ах, кто скажет, куда, оно и само не знает. Все мои домочадцы не устают любоваться вашими дивными подарками. Восторгом конца краю нет». Маленькая дочь Синокими, не желая отставать от матери, сочинила такое письмецо Коти Кубо. «И мне тоже хотелось бы рассказать вам о многом до моего отъезда, милая тетушка. Один поэт жалуется в своей песне, что не может уезжая оставить свое сердце любимой. Как я понимаю его теперь? О, зачем не могу я вырвать сердце свое из груди и оставить с тобою? Я б не стала тогда грустить, даже там, в далеком краю». Когда Китана Ката прочла эти прощальные письма, она дала волю своему горю и пролила ручьи слез. Синокиме всегда была ее любимицей. «Мне уже скоро исполнится семьдесят, как могу я надеяться прожить еще пять-шесть лет? Верно, придется мне умереть в разлуке с тобою». «Но разве я хотела этого замужества?» Сквозь слезы ответила ей Синокиме. «Вы сами же первые требовали, чтоб я согласилась. А теперь отступать уже поздно. Успокойтесь, матушка, ведь не навек мы с вами расстаемся». «Я что ли выдала тебя замуж?» сердито возразила Китаноката. «Это все левый министр нарочно затеял, чтобы насолить мне, а я то глупая обрадовалась?» «К чему теперь все эти жалобы? Видно, разлука нам на роду написана. Против судьбы не пойдешь?» пыталась утихомирить свою мать Синокиме. Сабуро в свою очередь тоже вставил слово. «Успокойтесь, матушка, разве вы первые расстаетесь с дочерью? Другим родителям тоже приходится провожать своих детей в далекий путь, да они не твердят без конца о вечной разлуке, слушать неприятно». Наместник нанес прощальный визит левому министру. Метеори охотно принял своего нового родственника и, беседуя с ним, сказал, «Я питал к вам чувство горячей дружбы даже тогда, когда мы были с вами чужие друг другу. Теперь же я еще больше полюбил вас. Не откажите мне в одной просьбе. С супругой вашей едет маленькая девочка. Позаботьтесь о ней. Она была любимицей покойного Дайнагона, и я хотел была сам взять ее на воспитание в свой дом, но вдова Дайнагона боится, что дочь ее будет тосковать вдали от близких и посылает с ней эту девочку, чтобы она послужила Синакими радостью и утешением. Позабочусь о девочке как могу, заверил его наместник. К вечеру он стал собираться домой. На прощание Метеори подарил ему двух великолепных коней и еще многое другое, нужное в дороге. Левый министр очень просил меня позаботиться о девочке, которую ты берешь с собой, сообщил наместник своей жене. Сколько ей лет? Одиннадцатый год пошел. Должно быть, Дайнагон прижил ее на старости лет. Забавно, у такого старика и такая маленькая дочь, засмеялся ничего не подозревавший наместник. А что ты собираешься подарить служанкам из Сан-Дзё-Доно? Скоро они покинут наш дом? Ну, зачем непременно всех одаривать? Нет у меня ничего наготове. Не говори пустого, неужели ты всерьез хоть одну минуту думала, что можно отправить этих женщин из нашего дома с пустыми руками? После того, как они столько тебе служили, сказал наместник с таким видом, будто ему стало стыдно за свою жену. В душе он с грустью подумал, что видно, Синакими не очень умна придется принести все, что еще осталось из подарочных вещей. Старшим прислужницам он пожаловал по четыре куска простого шелка и еще по куску узорчатого и алого шелка, а девочкам и низшим служанкам немного поменьше. Все они остались очень довольны. Наконец наступил последний день перед отъездом. С первыми лучами солнца в доме поднялась страшная суматоха. Кита Наката в голос рыдала, не выпуская из своих объятий Синакими. Вдруг в это самое время какой-то человек принес большой золотой ларец с ажурным узором. Он был красиво перевязан пурпурными шнурами и обернут крэпом цвета опавших листьев. От кого это? спросили слуги, принимая драгоценный подарок. «Госпожа ваша сама поймет от кого», коротко ответил неизвестный и скрылся. Синакими не могла опомниться от изумления, открыла крышку и увидела, что внутри ларец затянут тончайшим шелком цвета морской воды. В ларце находился золотой поднос, а на нем был искусно устроен крошечный островок, во всем похожий на настоящий, с множеством деревьев и лодочкой, выточенной из ароматного дерева алоэ. Синакими стала искать, нет ли какой-нибудь сопроводительной записки, и увидела, что возле лодочки приклеен клочок бумаги, мелко исписанной тушью. Она оторвала его и прочла. Скоро белым шарфом своим, проплывая мимо на корабле, в знак прощания ты махнешь. Я останусь безутешный один на пустынном морском берегу. Хотел бы я последний раз увидеться с тобою, но боюсь людских пересудов, больше не скажу ни слова. Ведь это рука беломордого конька. Вот неожиданность. Кто-нибудь подучил этого глупца, испугалась кита нокато. Синокими никогда не любила хёбу но-сё и даже настоящим мужем его не считала. Но тут она впервые за долгое время вспомнила о нём и невольная жалость закралась ей в душу. Отдай этот подарок маленькой дочке Леова министра посоветовал Сабуро. Жадная мачеха всполошилась вот ещё такую ценную вещь и не вздумай отдавать. Но Синокими захотелось отблагодарить хоть чем-нибудь свою сестру. Непременно подарю, решила она. Так и сделай, поддержал её Сабуро. Я сам и отнесу. Беломордый конёк, конечно, не смог бы до этого додуматься. Его научили младшие сёстры, считавшие, что супруги не должны совсем позабыть друг друга, раз у них есть общий ребёнок. Уже глубокой ночью Китана Ката, плача, вернулась к себе домой. Рано утром в час Тигра из ворот дома наместника потянулась вереница экипажей. Час Тигра с двух до четырёх часов утра. Экипажей было не меньше десяти. Наместник получил от императора приказ торопиться к месту своего назначения и потому даже не мог задержаться в Ямадзаке, чтобы по обычаю устроить прощальный пир и за чаркой вина в последний раз погрустить о разлуке с любимой столицей. Наградив сопровождавших его людей, наместник отпустил их и быстро поехал дальше. Кагэдзуми устроил ему торжественную встречу по дороге и вскоре путешественники благополучно добрались до морского побережья, а оттуда на корабле прибыли в Цукуси. Ямадзаке название местности расположенной на пути из Хеана, ныне Киото, к морскому берегу. Возвратившись из дома наместника обратно в Сан-Дзё-Доно, служанки стали рассказывать обо всем, что видели и слышали. Когда они передали, какую глупость, сказала мачеха Сино Кими, тебя выдали замуж мне назло, Митиори и Оти Кубо разразились громким смехом. Мачеха первое время в голос плакала и причитала, даже слушать было тошно, но потом вдруг сразу успокоилась, как ни в чём не бывало. «Ну, одну сестру я пристроил», сказал Митиори. «Осталось пристроить вторую». И снова для супругов потекли годы безоблачного счастья, принося с собой только радостные и весёлые события. В семье дважды торжественно встречали день совершеннолетия старших детей, Таро исполнилось уже четырнадцать лет, а дочери двенадцать. Главный министр пожелал устроить торжество и в честь совершеннолетия своего любимого внука Дзиро. «Ого, как мои сыновья соревнуются между собой», смеялся Митиори. Желая, чтобы дочь их была принята при дворе, родители с начала Нового года окружили её особым вниманием и уходом, год промелькнул как сновидение. Весною девушка была принята на службу в императорский дворец, по этому случаю состоялась церемония, великолепие которой я не берусь описать. Дочь Митиори Иотикубо обладала чарующей красотой и к тому же была родной племянницей императрицы. Не мудрено, что она сразу оставила в тени всех прочих придворных дам. Между тем, главный министр почувствовал, что годы сказываются на его здоровье и пожелал выйти в отставку, но император не хотел слышать об этом. Я стал уже старый слаб, пора мне подумать и о спасении своей души. Неотложные государственные дела помешали бы мне молиться в тишине и уединении. Отпустите меня, государь, а на мою должность назначьте сына моего, левого министра. Он обладает достаточными знаниями и талантами и будет служить вам лучше меня, старика. Супруга императора тоже стала просить об этом и в конце концов государь согласился. Хорошо, пусть уйдет на покой, быть может это продлит его дни и назначил Митиори главным министром. Все изумились. Как? Он стал главным министром не достигнув еще и сорока лет? Небывалый случай. Дочь Митиори впоследствии была возведена в ранг императрицы. Оба его сына служили в гвардии. Когда старшего повысили в чине, дед стал роптать. А почему моего воспитанника обошли чином? Напрасно вы сердитесь, отец, ответил Митиори. Не могу же я раздавать награды только собственным сыновьям, что скажут люди. Он теперь больше мой сын, чем твой, и потому никто не посмеет роптать, если ты повысишь его в должности. Таро стал младшим начальником левой гвардии. Почему же Дзиро обойден? Дай ему такой же чин в правой гвардии, упрямо требовал старик. Нет и не просите, я не согласен, отказал наотрез Митиори. Но отец его обратился с настойчивой просьбой прямо к государю и в конце концов добился своего. Дзиро занял должность наравне со своим старшим братом. Ну, теперь я немного успокоился. Будь Дзиро постарше годами, я бы уступил мою должность именно ему, сказал старик. Вот до чего дошла его безумная любовь к внуку. Повсюду только и говорили о счастье о Тикубо. Могла ли она думать, когда закутанная во дни лохмотья дрожала от холода в своей коморке, что станет женой главного министра и матерью императрицы, говорили между собой те из служанок, которые еще помнили былые дни. Санно Кими получила почетную должность при дворе младшей императрицы, в ее обязанности входила следить за туалетом государыни. Когда окончился срок службы наместника, он благополучно возвратился в столицу вместе со своей женой. Можно себе представить, как обрадовалась Китано-Ката. Боги позволили ей дожить до глубокой старости, верно для того, чтобы она дольше могла наслаждаться счастьем своих детей и внуков. О, Тикубо стала уговаривать ее, в вашем возрасте пора уже подумать о будущей награде на небесах. В конце концов, мачеха поддалась на ее уговоры. Обряд пострижения был совершен самым торжественным образом. Об этом позаботилась о Тикубо. Мачеха иной раз повторяла в умилении, «Вот люди, учитесь на этом примере, никогда, никогда не обижайте своих пасынков, я всем на свете обязана неродной дочери». Но стоило ей рассердиться, как она начинала ворчать, «Уговорила меня постричься в монахине, а я рыбу в рот не беру, а чужой матери сердце не болит, одним словом падчерица». Когда же кита Ноката отошла в мир иной, Оти Кубо устроила ей роскошные похороны. А Коги счастливо жила в замужестве и родила много детей. Она часто навещала Сан-Дзё-Доно, и ее всегда принимали с большим почетом. Расскажу о других наших героях. Сыновья Метеори продолжали соревноваться между собой и вместе поднимались по лестнице почестей и славы. Старик-отец много раз спросил Метеори перед смертью, «Если тебе, дорога моя память, то позаботься о том, чтобы Дзиро ни в чем не отставал от старшего брата». Понемногу Метеори стал равно любить обоих сыновей. Когда он назначил старшего начальником левой гвардии, то младшего возвел в чин начальника правой гвардии. Легко вообразить, как радовалась Оти Кубо успехом своих детей. Наместник получил звание Дайнагона, Сабо-Ро тоже достиг высоких должностей. Лишь двоих постигла злая судьба. Беломордый конек тяжело заболел и пошел в монахи. Никто не знает, где настигла его смерть. Что касается старика Таньяку Но Суке, то он отправился на тот свет вскоре же после нанесенных ему побоев. Не довелось ему видеть, как возвысилась обиженная им девушка, сказал Метеори, а жаль. Напрасно его так избили, пусть бы еще пожил на свете. Все другие герои нашей повести могли бы служить примером долголетия и счастья. Говорят даже, что Акоги дожила до двухсот лет. Редактор субтитров